Привет! Одна тут отдыхаешь или один? Как дела? У меня тут на часах раннее утро, проснулся, много энергии, уже выпил литр кофе для того, чтобы начать снимать для вас новую порцию контента. Сейчас вот сажусь снимать эксклюзивный ролик для Boosty, который, конечно же, везде заблокирует, кроме данной прекрасной площадки. Ссылочка будет в описании. Ну а также хочу вам рассказать про то, что у меня запустилась новая коллекция черных футболок. Все равно плюс, все равно, просто в начало видео лучше, конечно же, не вставлять словечки разного характера. Посмотрите. На это качество. Посмотрите на эту серебряную классную вышивку. Посмотрите на эту булавочку. Она просто классная, сексуальная. Смотрите. Айфончик взяли, открыли. Удобно? Удобно. Это ли не сказка? Это ли не чудо? Захотели снять булавочку? Сняли. Захотели? Прикрепили. Качество на высшем уровне. Теперь у нас есть черная футболочка. Если вы захотите сходить в бургерную и облить себя кетчупом, ничего видно на ней не будет. На все случаи жизни. Вы просили черный цвет? Мы сделали черный цвет. Вы просили белый цвет? Мы сделали белый цвет. Все для вас, мои хорошие, дорогие. Также мы скоро запустим невероятную скидку на Ивону и Йону. Мы отшили последнюю партию тысячу футболок. Продадим их по какой-то невероятной скидке на Вайлдберрис и на моем сайте Ильдарбай. Больше их не будет. Мы распродаем последнюю партию и таких футболок больше не будет. Я считаю, что это самый мой уникальный дизайн, так скажем, продаваемая футболка. Я встречаю людей в ней по всему миру, куда бы я ни приехал. В скобочках Минск-Москва. Вот в Дубай прилетел, в Дубай-моле даже встретил девочку в моей футболке. Просто я из дома не выхожу. Вот Минск-Москва и Дубай. Все. Для меня это весь мир. Ну и, конечно, покупайте, пожалуйста, новые вот эти наши черные футболочки. Вы будете потом писать, а Эльдар где размеры? А почему нету? Потому что не успели. Из-за того, что мы делаем самые качественные вещи в интернете, мы не можем их отшивать как Зара. Знаете, там где эти азиатские дети шьют у нас свое производство в Беларуси. Мы все там делаем. К сожалению, у нас больших оборотов нету. Поэтому ограниченное количество. Успевайте приобретать. Ссылочка в описании. Ну а мы начинаем ролик. Доброго времени суток, мои приятные молодые люди. С вами, как всегда, Эльдар. И у меня новый гость. Вы этого не ожидали наверняка, но это случилось. Вова. Ты сам тоже, да? Честно, Сова. Я тоже. Ребята, я еще перну. Сосал? Да. Вау, вы можете переписывать сообщения. Я до этого был курьером еды. Знаешь, типа, когда со стримерами договариваешься, это бывает тяжеловато, если честно. Вова мне уже об этом рассказывал, что ребят очень много дел. Да нет, просто все раздолбают и все. Могу рассказать отличную историю, как я тебя узнал впервые. Давай. Только не говори, что я там что-то обоссал или обосрал. Нет, ну это я не обижаюсь вообще. Так, стоп, но я так сделал. Да, реально такое было? Нет, я думал, ты мне сейчас расскажешь, что я так сделал. Нет, я вообще не в курсе. Каждый раз, с кем я встречаюсь, говорит, ты меня там засал. Нет, вообще, знаешь что? Мы же участвовали с Женьком «Сердца за любовь» комментировали. А, да-да-да, я очень расстроился. Почему? Потому что меня забрали, мою работу. Найди. А что ты ржешь? Ты такой же по объемам. Я это прям там и сказал. Я говорю, ребят, все охеренно. Я говорю, блядь, двое комментаторов. И мне говорю, что теперь делать? Так вот, и Женя говорит, я посмотрел там пару стримов братишки. Он говорит, так позитивно отзывался. Такой думаю, боже мой. Боже мой, хоть кто-то не обоссал нас? Ура! Но я там справедливости ради потом в конце сказал. Я говорю, ребят, пиздец. Говорю, ошибка. Можно было как-то, знаешь, формат обыграть более по-интересному. Потому что, если что, если ты не знал, то Сердца за любовь первый там сезон, по-моему, я не посмотрел. Я начал расти уже на втором сезоне. То есть, ну, как стримерами это сезон. И оно начало у меня залетать. То есть, у меня там двадцатка сидела со мной. А тогда в то время, ну, это пиздец, сколько много было. В каком году ты это смотрел? Слушай, я не помню, честно, не могу тебе честно сказать. Мне кажется, первый Сердца за любовь смотрел я все-таки вообще. Если так разобраться и посмотреть прошлое, то я первый блогер у нас в России. Не, я не к тому, что на Твиче. А, на Твиче сто процентов тыскаешь. И у меня пошло-поехало, и как бы я такой третий сезон, думаю, или четвертый, по-моему, вы комментируете. Я тоже не помню уже, давно было. И я только думаю, бля, еще там двое комментируют. Я говорю, ребят, это пиздец. А мне, понял, мне тяжело, потому что ты у меня еще и шутки пишешь. Я вам сегодня хотел рассказать про то, как я украл шутку, свою шутку. Не то, что украл. Ну, там же знаешь. Оно совпадает. Да, да, да. Я думаю, бля, это вообще ужас. Говорю, ребята, ну все. Ну, на самом деле, мы были немножко ограничены форматом телека, поэтому нам приходилось, знаешь, там, как было, стояло сколько, две-три камеры, и сзади 15 человек, редакторы какие-то, и мы что-то шутим, такие. Мы такие, окей, значит, надо по-другому. У меня было все хорошо, пока они мне страйк не пи***нули, поэтому. СТС. Реально? СТС Лав мне писал в комментах, типа, классная реакция, типа, подписывайтесь к нам. Я такой говорю, ребят, подписывайтесь, типа, все, пушка, вроде казалось, когда коннект какой-то. Пришел СТС федеральный и въебал просто мне этот ролик. Все, кино не будет. А я, знаешь, я битву экстрасенсов смотрел на Твиче, и у меня тоже такой, ну, я как будто год назад я начал стримить на Твиче, и у меня там онлайн, типа, подписчиков 30 тысяч было, и онлайн там тысяч 4-5, наверное, был такой плюс-минус на этих битвах экстрасенсов. И мне удалили канал на Твиче, ТНТ, три страйка этих кинули. Ну, я потом им написал, они на следующий день разбанили, ну, как бы, вот такая история интересная. Три страйка? Это за один? Просто вот я смотрел, и одновременно мне тть-ть-ть-ть, пиз** с**нули и удалили твию. То есть у меня пропало, во время трансляции у меня закончилась трансляция, и канал пропал на Твиче. Вот так это было. Это е**ното иди честно, честно. Я такое первый раз слышал, что можно было. Так было. Охренеть. Так вот, я расскажу историю, как я, права, узнал первый раз в жизни, я не помню какой-то год, ты же очень давно скотал с... 16 лет мне сейчас 26 10 лет назад было вот-то господи ой 4 что-то но 15-16 я уже с для то есть это наверное был шестнадцатый год у меня рос канал сильно там николай соболеву вся история я захожу под видос и под каждый видос у меня написано братишкин самый конченый стример я такой что это такое было такое для меня твич это вообще знаешь было что-то я не знаю там где-то где-то там да underground да 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 я такой уж уже сейчас не так понимаю да типа все уже поменялось короче говоря и вот тогда я про тебя впервые узнал и зашел посмотрел думать если мы решили просто по приколу эту хрень форсить тогда еще она вообще очень за форса очень зафорсилась и но настолько что мне до сих пор ее знаешь там где-то припоминают самая интересная вещь вот это вот фразу у меня в банворде на ютубе то есть я настолько за ебался потому что я захожу и у меня там типа 200 комментариев братишкин самый конченый стример то есть и по виду маловато маловато по видосу там типа знаешь три тысячи и 200 комментов против маловато надо было больше слушай но я вот сейчас понимаю что это какой-то негативный контекст все-таки имею начну то есть ты возможно можешь не знать о человеке но из-за того что вот этот не пишут где-то я бы сгорел сам если честно я просто представил что если бы мне писали что какой-то стример там что-то кончено продолжалось месяц я бы за месяц терпел воевая да да и под каждую виду не мне бы хватило дня чтобы гореть я бы все почистил на нет я подумал на самом деле достаточно интересный способ продвижения то есть уже голова работала мощно на тот момент сейчас уже нет сейчас уже не сейчас уже до часа братишкин самый мудрый самый самый мудрый стример ну или худший можно тоже худшие тоже тоже в прошлом короче мы свой как всегда как с любым гостям кинопапчик да а ты пользуешься конеч у меня везде так он с вопеном работает у вас почему-то а братан у нас если ну ты не знал возможно у нас почему-то все с випеном да так вышло я вообще вода приезжаю вот в москву для меня это удивление наш в инстаграм с випеном в тик то у нас еще и банят пены реально поэтому мы поднимаем свои а вы продаете там доступ какой-то ну да есть партнер это как отличный способ доработка мне кажется да да я так делаю но у нас запрещено прямо хотел сказать у нас запретили випен и запретили пользоваться у нас только песков один пользуется спросили а чем пользуетесь он говорит не скажу я видел рекламу пену у кого-то там она такая была супер завуалирована и была вставка с песковым что пользуется ну типа а что ты предъявишь и но мы мы чё делаем хостинг рекламируем этом хостинг можешь как угодно там майнкрафта сервера конечно прибыли приедать где хочешь там и игра но запретите сервера да ты смотрел мужской женской вообще да охуительное шоу с гордоном и с какой-то женщиной да 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 я постоянно спал под драку каких-то бомжей в я обожаю это смотреть потом как-то это произошло что на ю тубе канал пропал но я такой человек вышло что он про меня кстати заодно скажу что я отношусь к тем людям которые никогда на каналы ютубовские не подписывается вообще я вхожу в эти наверное не знаю сколько у вас там по статистике 60-70 процентов смотрим 50 это да я короче рассчитываю на рекомендации поэтому пожалуйста подпишитесь на канал приятного вида в один прекрасный момент мужской женской у меня просто пропала рекомендации на перестала вот смотри так хотя бы тут будет поэтому не рассчитывайте что она будет вечно вам подкидываться эти все ссылки на вову будут в описании проектики ну да нет у меня туда все и все знают все найдут короче мне не надо я хочу закалабить твич в описании в общем мужской женская у нас сегодня выпуск бабушка огонь называется для двух дедушек я просто подумал что нужно выбрать то про что он ты я читал жители села панова ниже нижегородской области бьют тревогу в деревне как спички один за другим горят дома в поджогах местных жителей обвиняют свою соседку марину казакову которая уже более шести лет держит в страхе весь то есть а там одна бабка на все село скрюченное которая стала жить четыре дня плюс-минус она ходит и поджигает дома и с ней ничего не могут сделать великолепно я я вот этот вайпу ловил сразу детство она очень интересно весело и забавно поэтому ты знаешь как это работает но кто-то у б.с. б.с. записывать весом ништяк вообще слушай мы стримим просто не понимаю она скажи охеренная программка вообще и бесплатно и вообще плод у нас и мы отваливаются кстати наверное потому что опять что-то блочит я понял так может быть там можно выбирать этот сервер наверно да ну все отваливается хотелось бы чтобы это как-то хотелось бы чтобы но займите с чем-то делом каким-то не вот это вот блокировать людям контент смотреть это единственное что осталось уже youtube замедлили но не сказали кстати официально никто ничего не сказал мне сказали что это google виноват конечно это виноват google пожалуйста верните youtube нас убавляем москву русском надзор я требую комментарии я пользователь интернета мне ну реально я на стримах каждый день напоминаю почему нет официально вы либо заблокируйте его на чтобы написала заблокировано либо напишите почему замедлили потому что хотим чтобы века видео росло там рутюб шоброс или еще что-нибудь росло проблема в том что там нету системы рекомендации хорошие да я там платформа у меня конечно телевизоре vk видео только вот это доступно теперь то что ну lg его 5 не прошить никак к сожалению приставку на андроиде купить просто новые у меня это это мне просто подну заниматься на телевизор один который в моей комнате где стримлю я там что-то уже не смотрю ничего другой в спальне в спальне у меня все сделано и кинопад и у меня там все прекрасно со спонсор блоком кстати что оказалось ты не знаешь про спонсор блок ты ютубер короче человек включает его youtube вот в момент когда ты делаешь интеграцию ну так кусок тебе бам и срезает расширение в хроме знали это за все страшная штука не устанавливайте ее пожалуйста лучше промотайте так короче ты в курсе как эта система работает то есть идет что-то ты хочешь сказать я думаю два часа или три мы точно будем смотреть ну сколько у тебя видосы погоди тайминг примерно как угодно ну вообще супер я максимум четыре десять ну я не могу столько победили города а не год и она как вайп идет так и делаю окей хочешь говори хочешь не говори хочешь смотри хочешь если что угодно хоть бы я это не смотрел эти клянусь я думаю ты это не смотрел там у мужского женского 2600 чем-то вот тысячу я из них точно посмотри серьезно говорю без шуток я спал и просыпался под это у меня просто плейлистом вот так я его я буду надеяться что ты заснул под этот даст я тоже буду надеяться можно выпить так что хочешь делать добрый день а письку показать на это с кайфом это за кадром у меня меньше уверен да у вам еще не вел 2 паста была братишки на самая мелкая писька зачем ты рассказывали что не так кто рассказал есть источники она просто мало ли юля для 40 лет очень хорошо вообще супер будет очень хорошо мне очень нравится но я в тик токе кстати недавно отменяли почему она какую-то а или там этого гордона отменяли что ли так это же отмена в тик токе тебя не отменяли в тик токе меня отменяют каждый раз вообще-то я я недавно сказал что не одним женщинам ну вернее я сказал ну короче я сказал короче у меня там стрим был с вами мы короче там будет я тебе как раз рассказал ты говоришь давай может это что-то три бры я говорю имеется ввиду выпить из что я говорю нет иначе будет полная жопа ночи мы там под пивом меня еще выносит с одной мы выпили две я начинаю рассуждать и мне начинают какую-то дичь затирать типа что вот женщинам тяжело на работу ходить я пытаюсь высказать мысль что типа не только женщинам тяжело на работу ходить врачи и мужчинам имелось ввиду узнаешь что-то стиле что там предвзятости по что все женщина там то значит это получается тупица какой-то вот так что не так раз нет а то есть тут настолько можно да то есть или как Я пытался донести, я, короче, пытался, понял, объяснить, что типа, что вы нахуй несете там, ну все, меня отменили. Я не понимаю просто контекста, что значит тяжело работать? Ну тяжело из-за предвзятости, мне какую-то там хуйню начали писать, какой-то стеклянный потолок, я пришел домой. В Дубай, типа, там, где ходишь, там, под такой стеклянный. Нет, ну я играл в Майнкрафт, я подумал сначала, что про это, типа, я говорю, ребят, объясните, что это. Женщинам тяжело в Майнкрафте блоки носить, типа. Типа, ставить крышу, понял? Да, да, да. Я говорю, что за хуйня стеклянный потолок? И мне рассказали, что это когда человеку невозможно по социальной лестнице вверх вырасти, потому что. То есть и вот эта причина чаще всего относится к работодателю. Я какие-то подкасты смотрел о том, что это неправда все. Вот я тоже это услышал, что это пи***ш, и это осталось там вот в таком вот проценте. То есть сейчас не показатель. Каких-то скуфяр, знаешь, которые росли там в 90-х и потребительски достаточно, знаешь, относятся к женщинам. Типа, если секретарша, то в юбочке должна быть, но я вот так... То еб***ь вот так вот. Но я бы хотел именно такую секретаршу себе. А кто бы не хотел такую секретаршу? Если бы я был директором, у меня был бы дресс-код, типа, в стрингах надо ходить и без верхней одежды сверху. А девушка есть у тебя? Не. А, ну вот ты так пи***ь. Да-да. Ну, если бы я был тоже свободен, я бы, ну, тоже так бы хотел, наверное. Но я осуждаю, б***ь. Так у Вовы была бы секретарша в таком, знаешь, как в Арабских Эмиратах, покрытая. Осуждаю, б***ь. Ты меня не убьют там? Нет, это как... Что-то такого. Это мы выбежим. Нормально все. Ну, почему-то эти игры очень не нравятся ее соседям, потому что... Почему не нравятся соседям, когда поджигают их дома? Интересно. Ну, эээ... Такое бывает. Вот ты, кстати, угораешь, а я вот тебе сейчас расскажу то, что я не рассказывал никогда, эксклюзивно. Опа. Погоди, я сейчас... А я с той темой закончил до этого? Ты хотел рассказать, что тебя отменяли... А, да, мы про тикток говорили. Про тикток говорили. Короче, тебя отменять начали в тикток. Да-да-да-да. А я, короче, беру там, говорю, да, я понимаю, там есть случаи с насилием, что мы осуждаем, естественно. Вот это, знаешь, типа, когда подкаты сразу с нулевой, вот это вот такая и есть. Причем агрессивная, знаешь? Да, очень агрессивная. Не просто, типа, ты мне там понравилась, давай там познакомимся. Вот такая... Молтышечка, ничего. Вот это, нахуй, они мимо ушей прослушали. И услышали только что. Я сказал, что им там легко работать. Их легко еще. Да. Они это тоже откуда-то услышали, хотя это не говорили. Знаете, в итоге это нарежут просто. Да-да-да. Вот так, знаешь, кусками. Короче, я уверен, вы справитесь, если нарежете. Короче, я когда листаю ТикТок и вижу там популярные видосы, захожу в комменты. Там сижу я. И там твои комментарии. Это ты? Ты реально или у тебя модераторы какие-то? Я сижу, пишу комментарии, потому что я считаю, что 90% таких видосов, и почему-то я в них попадаю. Это какая-то потребляетская хуйня от долгебок и долгебов. Последнее, что я видел, какой комментарий твой, это под видосом, там, где девушка какая-то записывала видео о том, как, какого она мужчину видит, что-то, ну, какой-то там юмористический. Да-да-да. Там где, что мужчина должен подарки, там, дарить, подаживать. А я такой говорю, ни хуйня он не должен, понимаешь, потому что это же в две стороны работает. И потом, знаешь, она ответила тебе видео на этом комментарии. А, хуйня, короче. Я перешел там еще твой комментарий. Я понял кого, она случайно не держала вот так ноутбук. Да-да-да-да. Я, короче, с ней в итоге, я с ней списался. И мы с ней, б***ь, три часа. Ты гонишь. Нет, я не гоню. Три часа я с ней пообщался. Мы пришли к общему мнению, друг друга обменяли, б***ь, типа, ну, добрыми словами и разошлись, типа, знаешь. То есть, как бы... Микрофлорой обменялись? Нет, микрофлорой нет. Точно? У меня женщина есть, какой б***ь, микрофлорой. Ну, еще одна будет, ты же мужчина. Поэтому мы сошлись на том, что каждый имеет право пи***ть, что хочет. Но я продолжил вести свою карьеру дальше в комментариях. Я продолжил писать, что все несут хуйню. Я хочу пожать тебе руку, ты молодец. Не, мне было просто интересно, как она мыслит, например, да. И я с некоторыми тезисами даже согласился, ну, примерно. Вкратце буквально, что она говорила. Я сейчас уже и не вспомню. Ну, я могу переписать конкретно. Ну, в общем, что мужчина должен ухаживать и тогда... Нет, то, что типа, почему, например, человек... Имеет право желать что-либо. И ему никто не может это запретить. Это факты. Все, с этим тезисом я прям с нулевой согласился. Мне донесли, да, типа. Но я начинаю в ответ говорить. Ну, типа, если ты имеешь право желать, тогда ты, наверное, должен иметь право соответствовать желаниям. Ну, в общем... Ну, то есть, типа... Ты можешь желать и не соответствовать, и просто сидеть и желать. Окей, да, хорошо, давай тогда поменяем суть. Допустим, ты требуешь. Вот тогда применяется соответствие. Когда есть слово требуешь в предложении, тогда очевидно. Почему-то, блядь, никто не учитывает, что нужно, блядь, соответствовать. Понимаешь? И так, с***, и у мужиков, и у женщин. И я вот эту, блядь, нырю. Все люди в итоге сталкиваются с реальностью. Да. И вот понимаешь, чем раньше ты столкнешься, тем, блядь, ты на земле быстрее окажешься. Вот. Факты. И тогда, блядь, что у тебя будка сгорела, потому что бабка какая-то подожгла ее. Мне пока что нравится видео с Вова, потому что мы посмотрели минуту и про***ли 10 на эту минуту. Это еще мало. Пять часов мы сидели. Смотрели беременну в 16. После этого соседям просто негде жить. Жители села Паново, Нижегородок. Я просто забыл уже все на***, если честно. Жители сейчас все расскажут. Слушай, а вот у меня вопрос. У них шапки такие, вот они вот там по возрасту выдаются, знаешь, как ачивка какая-то, тебе дают такую шапочку. У меня есть ощущение, что в этих вот ПГТ они где-то растут. То есть они сеют нитки, знаешь, и на деревьях вот эти вот, как они подходят, срывают, а какая... Вот у нее спелая, видишь, слева шапка. Нет, просто, знаешь, в комплекте еще идет фиолетовый волос. Фиолетовый волосы. Это как-то зеленые. Да, и салон-центрифугов, кажется. Да, 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 да. Тревогу. В деревне, как спички, один за другим горят дома. Я им, похоже, ничего не сделала. Что ей помешало, если дом? Сразу вопрос. Если они точно знают, что эта бабка поджигает дома, почему она еще их дальше поджигает? Продолжает это делать? Нет, вопрос другой. Почему, если вы знаете, что бабка поджигает вам дома, вы продолжаете на нее пи***ть? Они подожгли бабку. Хотя можно было бабке дом сжечь и все. Слушай, если они до сих пор на нее не заявили, и она ходит на свободе, возможно, им нравится, что дома горят. Может, у них нет отопления, и она им таким образом... Блин, у меня есть какое-то, знаешь, предположение, что бабка там самогон гонит и устраняет конкурентов просто. Вот какая-то пьющая женщина стоит, то есть, и мне кажется, что она пьет как будто. Будто бы теперь она покупает самогон только у той бабки. Да, 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 да. Потому что если не будешь покупать, у тебя тоже хата сгорит. Спалить. По джогах местные обвиняются... Ты мне сейчас сказал про тормозуху, а я вспомнил анекдот, короче. Опа! Это я люблю очень сильно. Анекдоты любишь? Конечно. Я просто к этому недавно пришел, что я тоже, оказывается, люблю анекдоты. Давай. Значит, ну, поселок городского типа. Три мужика, короче, идут, думают, надо что-то выпить. А выпить вообще нигде нет. То есть, ни денег нет купить, нигде выпить. Идут, идут, смотрят, блядь, бутылка, короче, зарыта в земле. Стоят такие, ну, надо, наверное, проверить, что это бутылка-то. Вроде алкоголь на вид, какая-то такая мутная вся. Один такой достает бутылку, открывает, нюхает такой. Это вроде типа спирт, понюхает, дает всем понюхать, все понюхали. Берет, короче, думает, ну, ладно, мужики, типа, бах, упал на хуй, умер два глотка. Второй такой, берет, говорит, что за хуйня, типа, опить, хуйня, схочется. Ах, уебал, тоже упал. Третий такой, смотрит на эту хуйню, берет такой, бутылку такой, помогите, и пьет, понял? Ну, это прям вообще категория, я сжим. И порвало, порвало, порвало. Какая хуйня. Это очень плохо, очень плохо, очень плохо. Вот она тоже потормозу, она сказала, помогите. Я, возможно, забыл, что это была тормозуха какая-то в анекдоте, понял? Ну, неважно. Сто процентов. А, я, блядь, не договорил, погоди, я не договорил. У меня, короче, на даче был чел. Его, короче, ну, не на даче, а в деревне. Вот так, у меня есть домик в деревне. То ли в деревне, окей. Не то, который на молоке. Как слетана, да. Да, у меня, получается, мама родилась в деревне. Угу. И так вышло, что мой дед по папиной линии. Угу. Искали домик, где можно почилить. Угу. Угу. И вот, блядь, получается, у меня в деревне два дома, нахуй, сейчас. Так у тебя фазенды это называется? Это хуйня, там два у***чных дома, блядь. Мы знаем. Если вы понимаете. Мы знаем, какие, да. Нет, нет, реально. То есть я сейчас хочу построить там нормальный, но вот в данный момент, который там есть, это пи***ц они дома. Исбак. Мне кажется, они, блядь, рухнут нахуй скоро. То есть еще тут цивильно выглядят вот эти стены, знаешь, там. В этом дом уже накость смотрит один. Короче, там жил одно время чел. Я его помню, его звали дядь Женя. Так. Было очень весело, потом, когда подрос, подрос я, узнать, что он свою жену нахуй сжег. Прям в этой деревне. Он что-то поругался с ней. Масленица была? Нет. Угу. Он просто поругался, его женщина, жена ушла, блядь, в баню, и он, блядь, она дверь закрыла. А он попросил, ну, типа, пара поддать, и он подошел? Нет. Он решил, он, блядь, она там не вылазит, блядь, типа, дверь ей засунуть какую-то, блядь, и поджег эту нахуйку. И она там сгорела, потому что открыть не смогла, потому что уснула, бухая. Ну, бывает. Ну, как-то вот так. А слеп, кстати, этот дядя Женя, потому что въебал тормозухи, блядь, в соседнем поселке. Он не говорил. Трое из них умерли, блядь, а он просто ослеп. Помогите, он так это про него нет. Нет, он не орал, помогите. Это про него анекдот в итоге. Да, ну, потому что там никого не было. Про это можно сериал на Нетфликс снять. Да я думаю, да, только, блядь, я не знаю, жив ли он сейчас вообще. То есть это только с моей слухой. Сыграешь дядю Женю слепого? Нет, в сериале. Мы же все под страхом живем. Вот спать ложишься и думаешь, а что же, проснешься, не проснешься. Здесь вот если по селу пройти, очень много сгоревших домов. Как она посчитает то, что она обидел, обидел кто-то ее, не так сказал, ей обидно показалось, она может сжечь. Сама Марина Казакова уверяет, что местные просто сговорились против нее. Меня обливают грязью, вот такая и всякая. Но справедливости ради, она выглядит как ведьма нам. Да, вообще. То есть я бы тоже подумал, что она не только поджигает, она еще и кур ворует, и детей забирает, что-то такое. Она главная героиня в Астрале, видимо. Да, 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 да. Похоже. Реально. Звание делаю, я просто, мне с собой тяжело, а некому помочь. Меня обливают все грязью. Ее грязью обливают, а она бензином. Неправедливо, чтобы было, а что? Да, да, да. Панова не верит ни одному ее слову и требует выселить бабушку из деревни. Надо ее изолировать. Мне просто интересно, как они вот это снимали, знаешь, типа вот этот кадр. Я бы вообще грязью. Но жители Панова не верят ни одному ее слову и требуют выселить бабушку из деревни. Ну-ка давай топором пох***ь для кадра сейчас. Так, так и есть. Бах, бах. Говорит, все, классно сняли. Думаю, это было, знаешь, как, расскажите, как у вас быт проходит. И она пошла рум-тур, еб***ь, типа по избе. А ну так как хата саму самой сгорела, то рум-тур это получается природа. Она сейчас строит для деревни новые дома из сруба, понял? А, ну вам сзади смотри на бокового, блин. Вот ты издеваешься, а бабка горизонтально по бревну долбит? Я так не умею. Вот я тоже не умею. Надо же вот ее вертикально поставить и сверху лупить. Она вот так ху***ь. У нее все пи***ь. Она потом дома переносит и продает вот так вот сама. Ну сгоревшие правда. Сегодня в студии мужского-женского все стороны этого конфликта соберутся, чтобы выяснить, кто виноват в поджогах. И кот такой, кто виноват в поджогах? Это я. Смотрел сериал, как он называется, «Любовь, смерть робота». Там, где всегда первая серия, это коты во всем виноваты. Я, кстати, еб***ь не замечал этого. Тоже промежутки большие между выходами, там, сезон первого. Первая серия всегда про котов. И куда деться одинокой бабушке, когда против нее поднялось все село? Сегодня в нашей студии Татьяна Святожева. Знаешь, что меня бесит? Мне бесит ее голос, б***ь. Я сначала, когда только вот это посмотрел, я думаю, да что же за голос такой? А я уже влюбился в него. А я думал, что это... Вот как мы сидим, пыхтим. Я думаю, она не курит. Вот в этом и суть, понимаешь? Просто вот... Он такой сиплый, б***ь, вот. Ну и что ты предлагаешь сделать? Предлагаю вернуть YouTube-канал с этим выпуском. Предлагаю разблокировать YouTube. YouTube предлагаю разблокировать в честь этого замечательного и прекрасного дня. А прикинь, типа, если она начнет курить, у него станет такой англицкий гол, типа... Друзья, всем привет. Ух, это будет здорово. Как у Токсиса. Надо... Токсиса, да. Рабочий. Детка, ты... Это ты написал? Да. Охуенно. Я еще и гоустрайтер жесткий. Еб***ь. Марины Казаковой. Она приехала сюда с требованием выселить ее из Панова. Ее? Типа, можно я выселить отсюда? Ну, а что за требование выселить меня... Ну, а, б***ь, погоди, она не про себя? Она про тубаку. Просто так было сказано. Да, да, да. Что за требование выселить, я подумал, б***ь, она сама не уедет тогда, знаешь? Блин, она на кнопке сидит еще такой. На выселение, б***ь, села, она не прожимается, понял? Здравствуйте, Татьяна. Что у вас там происходит с вашей соседкой? Меня всегда интересовало, почему у женщин там 60 плюс вот такие прически? Я тебе уже, б***ь, говорил. У них и шапки, и куртки вот эти вот фиолетовые, понял? Знаешь, в клеточку, б***ь, они вот так перетянутые, там подушечки такие. Это просто шлем плюс 6 стамина, знаешь, типа. Да, и б***ь, волосы фиолетовые, и всегда корешка. А у женщин 40 лет, там где-то, наверное, 45, у них постоянно такой, знаешь, вот такой же вот прикол, только серый. Такой, знаешь, ближе к блонду. Мелирование. Да, с мелированием. У меня мамы так б***ят. У меня мамы тоже. Я просто вижу везде, везде эту прическу. Вы не думайте, мы не кулем никого, у нас мамы так же не любят. Да, 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 да. С Мариной. Соседка Марина держит все село в стране. У тебя мама твой контент смотрит? Уже давно нет. Ой, это хорошо, у меня мама не смотрит тоже, потому что у меня там мат перемат жесткий. Мне первые три года ебали мозги с такой силой, что я матом ругаюсь. Я в один момент сказал, говорю, я с вами не буду общаться. Говорю, если вы. Я говорю, ты меня так воспитала? Ну вот так вышло. Что я могу сделать с этим? Все. Ты что, мать обвинил? Ты газлайтер, что ли? Я базлайтер. Базлайтер такая. Она сожгла дом моей свекрови. И ведь ночью, когда люди спали... Вот мы сидим, угораем, а у челов реально дома горят. Вот, блядь, нигде смешно у вас на деле. Ну они, такая, что мы можем сделать? Нет, ну просто типа, ну понятно, что это... Горели и горели. Маловероятно, что это бабка. Я, знаешь, почему-то представил, как бабки, знаешь, огнемет такой как-то... А ты не видел вырезку, где дед идет из фильма, по-моему, хардкор, и просто такой, блядь, начинает пярить с огнемета по автобусу. Вот такая же бабка по деревне идет. Социально опасный человек. Это же пироманка. Она прям властвует над этим огнем. У нее еще книжки там всякие, да-да-да, заклинаниями. В нем и властвует над тем, что боятся ее все люди. А у вас прям все силы? Вот мне интересно, как быстро ты переобуешься, если окажется, что бабка реально блядь там поджигает. А я буду переобуваться в течение всего выпуска. Красава, я тоже. Я же смотрю, не ознакомливаюсь. А я очевидно. Вот, блядь, меня напрягают зрители, которые пишут, ох, переобулся, блядь, а как если я это видео первый раз смотрю? Это же, блядь, мы с вами все контент смотрим, мы же не знаем, что дальше. Может, бабка сейчас выйдет, но в пятые минуты скажет, это я. Или она скажет, это не я. У меня, знаешь, как, вот я беременна в шестнадцать, на любое шоу смотрю, и там, блядь, у меня происходит в моменте, ты говоришь, это, блядь, полное. А потом, ну, все меняется, очевидно, и ты говоришь, я вот поддерживаю, там, девчонку или мальчишку. А люди ставят на паузу в момент, когда, хуй, начинают тебя осуждать сразу, не досмотрев ролик. И таких очень много людей. Как же я, я могу, короче, беременна в шестнадцать, сначала смотреть, мне нравится, что делает девушка, потом мне не нравится, что делает девушка, я сначала начинаю смотреть, что мне нравится, ну, как парень ведется. Это нормально, ты здоровый человек. Потом, блядь, я в итоге хожу к общему знаменателю, что пи***расы там все. Да. Это факт. И там все нормально. Это факт, это факт. Всегда то же самое, всегда. Это нормально, это здоровые отношения. Дело боится ее. Дело в том, что вот хорошо, что моя свекровь шустрая вот такая, вот сама по себе бабулька. А сколько ей лет? Ей 79 лет. Благодаря тому, что она спала в терраске, и она спаслась, потому что она проснулась от зарева. И у нее подсознание то, что она же не одна в этом доме. У нее еще есть сосед Ваня, которого надо разбудить. И она первое, что схватила, она свои документы, потому что мы уж так все и живем там. Лежат у нас документы. Если на случай чего-то, чтобы сразу схватить эти документы и выскакивать. Она, значит... Меня больше интересует, то есть мы же пока не знаем, почему жители деревни решили, что поджигает именно бабка. А, скорее всего, сговор какой-то, реально. Они просто, не знаю, сливают ее как-то, не знаю. Вот представьте их ебаные, когда бабку выселят, а дома храмов гореть будут дальше. А знаешь, что скажешь? Она херомантией занимается, это Зевс, короче, она насылает. По скайпу, вот это вот, там, в интернету, нахуй не нужен ваш интернет, вот этот, отключить его везде здесь. Окно разбудила она Ваню, ну, естественно, когда уже... Это, получается, дом, деревянный дом, старинный дом на три хозяина. И вот подожгли... Знаешь, типа, у них нету в голове даже мысли, что это может быть какая-то гнилая проводка, там же наверняка пиздец полный со всем этим электричеством. Но видишь ли, тут в чем прикол? Не один же дом сгорел, а они продолжают гореть. Ну что, у всех... Ну какова вероятность, что у всех домов проводка не... Я был в студии, в мужском-женском, снимался пару раз, там, короче, как эксперта, а-ля. Там была история одной женщины, у которой дом два раза сгорел из-за проводки, прикинь. То есть у них сгорел один раз дом, они отстроили, и он еще раз сгорел. Ну, наверное, нужно стоит сменить, наверное, электрика, да? Наверное, да, типа... Он такие, б***ь, можешь еще раз? Да-да-да, третий. Он такой, да я уже научился! Говорят, вот сейчас за... Да-да-да. Бля, я уверен, сейчас и третий, наверное, сгорел. Ты как раз с Ваниной стороны. Вань-то спасся? Ваня спасся. И я хочу донести до вас, что это действительно социально опасный человек. Ее все село боится. Все село боится. Мало того, что трезво она еще может молча... Да бабка уснула, подошли, там, ночью, наверное, умирали тут и все. И вот, типа, от старости умерла, и все, конец. Ах, слушаю, что ты говоришь? Да, думаю, что... Думаю, да. Пусть живет бабушка. Я думаю, она уже и не живет. Это в GTA RP, бро. А-а-а, ну-да-да. Надеюсь, могла бы быть ваша реклама GTA RP. Пройти, когда она пьяная, она ходит с ножом. И не смотрите, что она маленькая, что она такая вот сейчас... Пьяная, ходит с ножом, ну, странно же. И со спичками. Да, которые... И со свечками. Слону яички. Анальными, ладно. Она такая бедная и несчастная. Она с ножом... Анальные свечки у бабки на... Они, конечно. Во-первых, они точно эти суппозитории нужны. Уже знаешь... Что такое суппозиторий? Это, ну, свечка так называется, анальная. А у меня просто два раза геморрой уже был. У тебя тоже? Ну, раз в шесть, может. У меня два, я думал... Это же сидящий образ. Ну, сейчас нормально, последние три года вообще не было. Ну, тоже последние... Два дня? Не-не-не, последние два года тоже норм, но я... Знаешь, я думаю, я что, педалец какой-то в жопу себе... Если ты будешь беременна в 16 по 5 часов, смотри, у тебя будет очень много геморроя. Не, ну, кстати, вот, я не знаю, что произошло. Видимо, свечки спасли меня, ну, дали мне какую-то защитную ауру от геморроя. То есть ты в попку что-то заталкивал? Ну, конечно, пришлось. Знаешь, вот это... Я сейчас расскажу, чтобы ты понял, что я точно не пью. Это, короче, берешь такой, намечиваешь, оно вот так подхватывается, а потом так тюм и улетело вон туда в стратосферу. А смазать, чуть-чуть подержать? Не-не-не, какой смазать? Это уже, ну, для пи***ов реально какая-то штука. Ну, смазал немного, чтобы оно там... Не-не-не-не, какой смазал? Смотри, нацеливай. Реально смазывать надо? Так быстрее проходит. Нет, ну, если ты про то, что геморрой пальцем в жопу затолкать назад, то нет, особо такого не делаешь. Слушай, а есть же еще и мази, например, вот есть мазь отличная, Аурабин называется, я тебе могу про геморрой много чего рассказать, реально. Нет, я свечку себе, как на собаке. Релив, да, засовывался? Нет, не знаю, что ты говоришь, меня троллишь или что ли? Нет, я же тебе, я говорю, я эксперт по геморрою просто. Нет, просто какие-то свечки маленькие, купил такие, говорю, что-то в жопу посовывает. Они такие говорят, вам не для геморроя, или, ну, покайфовать, я говорю, для геморроя, блядь, они такая, хоп, вот это, блядь. Я такая церковную тебе даю, вот это. Мы осуждаем, блядь, куда, да, блядь. Это оскорбление. Я все законы на блядь знаю, поэтому еще не в тюрьме, кстати, я в курсе. Ты когда сюда приезжаешь, ты помни об этом, блядь. Да все нормально, мы же шутим. Мы же вырежем это тоже. Нет, мы ничего не вырезаем. Мне, блядь, мне еще жить. Не бойся, Вова, все хорошо. Бойся, Вова, все хорошо, я тут завтра уеду. Мужчины, я вот лично ее не боюсь. Она всегда почему-то от всех чего-то требует. Все обязаны, все должны ей. Так у нее было... Так она тиктокерша, получается. Это так работает у тиктокерша? Ну да, она требует, ей что-то все должны. Бабушка тиктокерша, и вот ее вся деревня не взлюбила, и начали... Комментарии. Да, начали ей комментарии писать тиктокер. Ты, говорит, заебал она, что ты несешь. И она такая, говорит, вы че... И она решила запилить большой обзор в тикток только через ТД. Да, да. Потом нарезки с ней будут. Был конфликт какой-то с вашей свекровью? Почему она дома-то не подождала? Конфликта у них не было свекровью. Почему все это произошло, я сейчас объясню. Она держит собак. Она любит, значит, животных. Собак она держит, кошек она держит. Ну, их же надо кормить. Ну, вот и все. Их же надо кормить. Бабку поджарила одну и покормила животных. Такое бывает. По-любому ж такое было. Ну, посмотри, кот довольный, значит, было. Ну, было и было. Чего бы бог с ним. Опа! Родные, приветик еще раз. На секундочку займу ваше внимание. Хочу напомнить вам, что у меня есть мой Рутюб-канал. Вы можете найти его по ссылочке в описании. Там я выпустил реакцию на шоу Дар Убеждения, где девчоночка, приглашенный гость в данном случае, ну, девчоночка, пытается найти каплю правды в океане лжи. В общем, там ведущий рассказывает историю. Четыре человека рассказывают свои варианты. Ей нужно отгадать, какая правильная история, какая неправильная. Я это тоже пытался сделать. В общем, ссылочка будет здесь. Пожалуйста, переходите, смотрите. Продолжаем смотреть. Ба! Собака голодная была, и она уже знала, куда лазить. Она таскала у Вани кур. И вот он, ну, не подумал даже. Если честно, собака не выглядит, как та, которая может кого-то завалить. Что может Марина его сжечь? Вы понимаете? А бабка выглядит. Бабка и воровала кур, если что, просто через забор на 4-й день, как квадробером занимался и перепрыгивала. И туда лезет. А, на маке иногда тупит ОБС. Сказал Ведар. Такая информация. Значит, это обращаюсь я ко всем, кто мне пи***ит, что с мака идея стримить вообще топчик. Нет, стримить нормально, он тупит, только... Начинается. Нет, это первое, первые слова его пи*** всегда, вот начинается. Нет, на самом деле все может. Просто это что-то вот... Нет, мак это отличный компьютер для дороги. То есть это лучше ничего... Я ездил с Вин... Так я думал после того, как я купил себе Асус. Так он что, убил эту собаку? Он убил эту собаку, и она решила ему отомстить. Вот понимаете, раз собаки нет, надо этого человека поджечь. Так поджечь, это поджечь она людей, она же ни одного Ваню подожгла. А дом выгорел дотла, да? Она реально людей поджигает или дома свежни? Я вот так и не понял. Нет, она поджигает дома, но, видимо, она не особо проверяет, если там люди. То есть типа она такая принципиальная. Так, ты можешь встать? Это он про пенис. Малыш, встань, пожалуйста. Только он у него справа лежит там. Обошлось. Там рядом газопровод. Мы бы все взлетели. Меня бы сейчас здесь не было в студии, я бы не сидела с вами. Вы понимаете, я просто хочу донести, что этот человек социально опасен. Это грустно, что она не взлетела, потому что на бабку сейчас, ну, пожаловались на федеральном канале. Ну, кстати, это грустно, что она же YouTube вела, типа очень много видосов сняла и не взлетела в итоге. Про поджоги в деревьях. А вот надо было в TikTok, как бабка-то. Да, кстати, если бы она в TikTok эти, такие микровлоги снимала. Да, все бы на тебя подписались, у бабки было бы уже 2 миллиона подписчиков, но потом через 5 дней все бы пришли, говорят, ты кто и почему он на тебя подписан? Типа знаешь, вот в этом стиле. И отменили бы ее. Да. Пожарные же приехали, тушили. Полиция уголовное дело завела, возбудила. Уголовное дело возбудили, ее забрали. Несколько дней, значит, ее не было. Потом она опять появилась. И она пусть, она не видела... Взятку дала, пенсию. Да, типа, знаешь, 2 тысячи. Пиздец. Есть подозрение, если бабку забрали, потом отпустили, скорее всего, ничего не нашли. Скорее всего, нет, пенсия заплатила. Все, понятно, она собакой заплатила. Да, да. Не утихла, она ведь так же продолжала угрожать. А вы что? Ее не напугало, что ее полицию забрали. Она не понимает, понимаете? У нее поджоги, это ее смысл жизни. Там деревня, как после немцев. Скажите, а она сколько ей лет-то вообще? Могла же застать в те времена? Ну, я не думаю. Я думаю, что она родилась как раз после этого. Понимать, вот после немцев. Вдруг бабка немка просто. Корни у нее риски. И она такая, ну, суки, я вообще съехал. Тут можно очень много разгонять, но лучше мы не будем этого делать. А то есть мы не будем сейчас разгонять? Ну, про... То есть вот про вот это, а вот это нет. То есть про свечки церковные можно. Смотри, вот поставить бабку раком, поднять ей юбку и что-нибудь с ней сделать, это можно. Но про... Мне не хочется, это страшно выглядит. А кто знает, а вдруг там под... Ладно, это мы вырежем. А может она выпады с гантелями делает, как ты знаешь, там вообще очень рабочая полка. Не, ну это прикид, конечно, конкретный. Слушай, ты мне сейчас напомнил, вот ты не видел случайно видео, это же, получается, наша молодость. Зумеры не поймут просто. Саша, ты ювелир, мем. Фух. Ты видишь? Фух. Ну вот. Ну что, ты на это не... Саша, ты ювелир. Ты не перекидывал, наверное? Нет, конечно. Боже. Ну ты что, я на Two Girls One Cup перекидывал. О, попробуем? Попробуем так же, насрать в стакан? Да. Классно, можно. А тут есть стакан какой-нибудь? Ну вон, я думаю, бокал мог. Это тоже на него... Какая мразь. 55. Выглядит она постарше, чем на 55. Это 55? Это 55+. Это анкеты знакомств, на... Это Витя из 55 на 55. Я понимаю, что все село боится море. Все село боится. Мы поговорили с жителями, давайте послушаем, что они говорят. Просто вот кто-то ее обидел, она просто... Пи*** стоит с колом, блядь. Я вах... Стоит с колом. Чуваки, без шуток, я бы сам подумал, что она поджигает дома, без шуток. Так пстит. Я работаю почтальоном, я ее обхожу стороной, я ее побоюсь. Я работала с ней на ферме. Она так вроде бы трезва. Слева вот моя... Продуктовая. Это продукты, вон, магазин с продуктами. Знаю, вот так вот. Я не знаю, я могу определять людей, которые работают в продуктовом магазине. Если это не сетевой магазин. По виду, блядь. Короткая стрижка. А ты не думал сделать шоу? Какое? Определяю продавцов продуктового магазина. Он сейчас на мою лысину так пальнул, блядь. Не беспокойся, я туда тоже схожу. Я на надбровную дугу посмотрел. Она у тебя такая сексуальная, я ее называю. Хорошо, не зря вы щипывал сегодня. Так, какая-то тихая и спокойная. А как выпьет? Ну, и все. Она неуправляемая. Она и мне угрожала, что я тебя подожгу. Надо ее изолировать или куда-то... Может быть, просто этой тете слева скажет ей не продавать, ей бутылку, блядь? Ну, это же не так работает. А как, блядь? Ну, она где угодно возьмет, пойдет, там, самогонки купит. Сама выгонит. Как пойдет? Вот у меня в деревню хуй дойдешь. Побухать заходишь, хуй дойдешь. Я реально говорю до магазина. Нет магазина. Я уверен, что есть перевозные станции. На Ладе какой-нибудь катается и продает. Определите такое специализированное место. Ратманово, соседняя деревня. Там вообще она 3 или 4 дома сожгла. То есть это болезнь. Ее лечить надо. Как она посчитает то, что она обидел, обидел кто-то ее, не так сказал, ей обидно показалось, она может сжечь. Боимся. А зачем это надо? Давайте что-нибудь. Помогайте. Ну, ты же знаешь, как работает вся эта история в деревне? То есть у кого-то сгорел дом, посрался с этой бабкой, например. Она говорит, это от нас сгорело. И та проходит к другой. Она говорит, теперь я тут живу с тобой, хуй сос. Она подходит к бабкам на лавке и говорит, а ты в курсе, там, Петровна подожгла дом. Тот такой, да ну, реально. Ну вот, у меня слухи были. Сказали, что моя бабушка ведьма и на метле летает. Вот так. Вокруг леса. Ну, а почему ты такой известный теперь? Потому что ведьма. Ну, вот, видишь. Ведь не соврали, суки, алкаши, блядь. Реально летала, блядь. Вы думаете, как Вова сюда добрался? Да нет, моя бабушка, моя бабушка очень жесткая фанатка Иван Гарри Поттера. Квиддич. Поэтому она обучалась на метле летать. А вот так вот ты решил. А проклятый алкаш-магл это все заметил, урод. Нет. Ну, поэтому я смело могу ее в студию позвать. Да. Вы не испугаетесь. Нет. Марина Казакова, идите к нам. Очень грустно, что с 2019 года или 2018 в мужском-женском запретили драки. И все новые выпуски, они без драк. То есть весь самый... Кто запретил? Ну, так вышло. Я сейчас вспомню, кто там главный. Эрнст, разреши драки, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, Эрнст, разреши драки. Родной, дорогой. Файтинг. Здравствуйте. Ты бы не посмотрел, как они бы выскочили раз на раз? Типа, это же вообще супер. Да, не, я же... Ну, в мужском-женском обычно как принято в старых выпусках? Влетает, просто выходит, говорит, здорово, ебать. И просто нахуй тычиком. Ебут раз. Поэтому, как бы, вопрос какой. Ты сейчас что мне сказала? Это ложь. Не верьте ей. Кого я спалил? Какого Ваню? Какую твою... Ваню Гришну? Судимая, что вы хотите сказать? Это ложь, не верьте ей. Да. А правда? Ты точно знаешь? Да. Он от света сгорел. Он собаку убил. Какую собаку? Которая курганила. Собаку не тоже человеку. Пускай поцелуются. А что? Нормальная темка. Слушай, она выглядит очень стрёмно. Знаешь, как из хоррора какого-то. Я бы испугался. Она вообще на мужика больше похожа. На Бенджи на Минобаттона. Это загадочная история. Да. Вот он родился, а сейчас он, кстати, ему 12 сейчас. Загадочная история поджогов Бенджи на Минобаттона. Да. Понял. Если ты держишь собак... Вы на меня все злые в селе. Нет. Почему? Ты... Я тебе зла не делала. Я тебе тоже не делала. Я твоих кошек взяла, воспитала. Можно момент один уточнить? Не верьте, что вам наговорились эти люди. Так, хорошо. Я их знаю от и до. Хорошо. Марина, можно уточнить один важный момент? Простите, пожалуйста, но этого у неё не было. Скажите, пожалуйста. Не было. Мне важно уточнить один момент. Не было. Ножа в рукаве нет. Никогда не было. Я ходил с лопатой с метлой. С метлой. Ты об этом говорил буквально пару минут назад, и ты хочешь сказать, что ты не чёрный маг. Нет. А ты чёрный маг. Так чёрным магом стать можно только, если ты достигаешь действенности в 30. Всё, я упустил этот момент. Я думал, типа, мне осталось как раз в 4 года. И всё. Простите моих. Иван Борисович, руководитель. Лопата в ваших руках тоже может быть опасной. Я уже поняла. Так. Вы дом поджигали? Никогда в жизни их дома не презирала. Не поджирала и не объедала их. Не презирала их дома. Бабушку. Я за бабушку вообще, когда я узнала, что они сгорели. Иван Гришин. Я говорю, как сгорел Иван Гришин? Я не хотела его поджигать. Он сам там оказался случайно. Я дома, брат, спала. Был дождик. Роливной. Скажите, пожалуйста, а зачем вы так орёте? Чтоб меня вся республика... Москва. Не дала. Мне нравится дождик, проливной, но снег. Это когда где? Ну вот же, на видосе тебе показывают там. Снег. А бабка говорит, дождик. Это ж снег. Мне кажется, это... Хотя хз. Ну тут не по... Ну по одежде смотри, в куртках все. Ну да, да, наверное, снег, да. Смотри, а там будто трава зелёная. Да это битрейт у Мака показывает. А это битые пиксели? Да, 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 да. Вон видишь, там тоже трава. Ладно, это может быть реально трава. Хорошо. Но один дождик и не снега нет. Песок белый. А давай по фонарю посмотрим. Не увидим, плохая съёмка. Скажите, пожалуйста, а зачем вы так орёте? Это снег, блядь. Всё. Может там просто залежи глины где-то и сверху просто белый. Нет, это снег. Я тебе гарантирую. Это кокаин. Бабка каждый день елозит вот так по дороге. Она выкатывается из избы вот так вот просто. С кайфом. Она, блядь, тогда пить вообще. Она, блядь, тогда пить вообще. Она, блядь, тогда пить вообще. Москва, не дала, что такая... Я не такая злая. Поверьте, не... Я не такая злая, сука! Тебя сейчас выселят, ты не ори так. Нет, тут нам разрешается всё это делать. Нет. Почему? Нельзя орать. Извини, пожалуйста. Ты боишься, я могу больше не кричать. Нет, я... Ну, я боюсь, что меня сейчас заберут, типа, как жертву. Насилие? Конечно. Ну, если... Никому не верьте, я сидела, правильно, 10 лет, но я пришла в 2015 году. Где вы сидели? В Вардатове. Нет, где, в тюрьме вы сидели? В тюрьме, да. Меня посадили. Хорошо. А за что вас посадили? За поджог. О, не... Что делать? Она такая, я этим уже давно не занимаюсь. Просчитался ног дедом. Да, да, да. Он тоже сам виноват за деда. А что вы сделали с дедом-то? Ну, он меня обидел. А вы? Ну, я решила ему тоже сделать обиду. Алло, а можно вопрос, а почему на первом канале мат прошел? Бабка говорит, отпиздил. Он тоже сам виноват. Обидел. Нет, отпиздил. Она говорит, послушай. Это за деда. А что вы сделали с дедом-то? Ну, он меня обидел. Обидел. Это но. Это обидел. Ладно, обидел плюс отпиздил. Обидел. А вы? Это цензурить или нет? Не понимаю. Обидел. Обидел. Да ладно. Нормально. Вы? Ну, я решила ему тоже сделать обиду. И убили его. Не убила. Вот и ссоришься с девушками. Ну, блин, да. Просто, как говорится, рука. У тебя нахуй недооцениваешь, на самом деле. Женщины бывают очень жестокие. Я сразу говорю, нельзя обижать женщину. Я дооцениваю, поэтому у меня нет девушки. А, ну, тогда ты не обидел никого, получается. Ну, пока жив. Сами своими работят, трудящими. Нечаянно у меня получилось. Нечаянно убили. Нечаянно. Я его так триканула, а он уже как цыпленок. Он был с похмелья великого. Я нахуй до этого пришел. Мешок зерна утащил. Парать вы его. А на меня все валюте. Значит, вы убили деда. Я его ебану. О чем? Мне интересно, как она его тряхнула-то. То есть, она говорит, я его тряхнула, а он уже все как цыпленок табака. И мешок там был. Да. И дед. И дед, и мешок. И зерно в мешке. И говорит, хотела зла сделать, но что-то ебануло случайно. Ну, случайно так вышло. Просто взяла нож в лоб, вставила ему. Ты ж в курсе, кстати, что вот эту вот мне Бойку и Квадробершу вот эту вот... Да, я что-то слышал, да-да-да. Что там мать так же, ну, типа, отца за*** его. Ты че не смотрел? Ты должен реакт сделать. Нашел Йенина, я тебе говорю. Ты должен. Реально? Да. Хорошо, я посмотрю. Это мне Диппенс передал. Офигеть. Я сам не смотрел, мне сказали, не надо это смотреть. Типа, мне сразу сказали, мы не будем отсмотреть. Нет, я посмотрю, теперь захотелось. Да, но она там, типа, самозащита, б***ь, но как бы... И ребенок-квадробер теперь. Ну, как бы, понимаешь, да, что типа Мия Бойка это просто алой цветочек на фоне всего вообще, что он пиздец. И мне очень нравится то, что мать приточила этого ребенка к Йениной, на***. И рассказала. Ноль дней без упоминания Йениной, кстати. Я веду подсчет, каждый день упоминаю о ней. Ну, с таком сомнительной личностью, которая как бы выступает за радикальный феминизм, но при этом у нее есть подружка, госпожа Эвелин, которой 16, и она снимает клипы, где она показывает жопу, б***ь. И у меня что-то это в голове не стакается. Понимаешь, с ними словами? Такая объективизация. Конечно, конечно. Какая-то б***ь. И вот она приводит мать к квадроберши, приводит ее туда. А ты знаешь же, чем еще Эвелин засыпается? Я... Короче, расскажу. Я знаю, единственное, что я знаю про вот эту девушку, то, что она в ТикТоке что-то снимает. И что ее, как бы, она наркоманка в 12, 13, там в 14, б***ь, еще ее пароли по кружочкам, б***ь, в этом возрасте. Мать приводит свою дочку к ним двум, и они там в аквапарке. И почему вот про это никто ничего не говорит? Типа, зато про Мия Бойко, который б***ь реально жажанулась на сцене, б***ь, там п***ц отмена пошла. Я даже не видел это видео с Мия Бойко, и что она сказала? Она сказала, что это плохо переодеваться? Ну она, б***ь, от человека, вот, ну, б***ь, даже меня бы, если бы или тебя вот так вызвали и сказали, и вы типа поддерживаете вот это? Она такая, ты кайд в зал, и все такие, зал, нет, ну прикинь, ребенок б***ь стоит. Ну она тоже неправильно, конечно, конечно. Но я говорю, что это вот на фоне всего этого п***ца, что у девочки маленькой б***ь в семье, там, типа маленький п***ц, пошла, б***ь, отправила к этим двум сомнительным личностям, что Мия Бойко это просто лайт, и вообще всего этого, ну то есть. Ну это же база, ну типа, это девочка Йенина, я так понимаю, она просто решила похайпить на самой историю. Конечно. Только ради этого. А когда б***ь не хайпить? Ну это так и работает, естественно. Больше к Йениной ноль вопросов, а вопросы к маме и девочке. Почему к Йениной ноль вопросов? Ну, у меня к Йениной очень много вопросов, касательно того, что, ну, может быть, хватит уже пересаживаться со стула на стул. Сегодня я рад феминистка, а завтра я пишу, как я сосу пенисы в треке. Ну, видишь, ты же ее упоминаешь каждый день, значит, сработало. Пусть сработает, я буду людей вот наставлять, в конечном итоге люди такие скажут, б***ь, может ты придешь, ну вот как? Это супер. А на подкаст к твоему другу с Тинто она не пришла. Потому что это образ, скорее всего. Нет, потому что она сказала, что она забыла, и вот она не смогла, но она до сих пор не ответила, поэтому, Йенина, приди. Это подкаст, я хочу реакцию на ваш подкаст сделать. У тебя нет ощущения, что вот все эти люди, которые таким образом поднимают хайп, это просто тот самый образ. Ну, типа, чтобы их обсуждали, может, в жизни она адекватная. Да я готов обсуждать, понимаешь? Почему я готов обсуждать? Потому что, когда я смотрю, какой-то, б***ь, у Йениной, это опять же дает мне буст. Поэтому это взаимовыгода, понимаешь? Ну вот, видишь, тогда супер. Я с этого не теряю. Если бы я с этого терял, то нахуй у меня сработает. Нет, меня люди слушают, люди слышат. Окей, окей. Почему нет? Нормальная, нормальная позиция, согласен. Он сам умер. Ну, он был в спахмелье. Ну, вы же его тряханули. Ну, тряхануло, он сидел, сидел и все, и умер. Да, ну я сидела за его, есть? Ну, знаешь, типа, неделю его трясла вот так вот. Вот, ну, а вдруг он реально был мертвый до этого? И она просто тряханула, а он упал. Ну, да, ее просто так посадили, скорее всего, да? А прикинь, дед уже там просто за пашком сидел, понимаешь? Ситуация в том, что она не отрицает, что она его убила. И она просто говорит, что она его трясла. Я думаю, что там она трясла его, знаешь, цена. Я думаю, сейчас тут редактор покажет нам, что там нахуй. На самом деле она его кирпичом въебал там двинула, что такое. Помнишь, как она дрова рубила? Да. Силы у нее много. Блэд. О зоне. Ну и что она говорит? Кто меня боится? Меня продавцы не боятся. Бабка немного на агрессии двигается, скажем так. Подождите, я вас тоже не боюсь, если честно. Меня не надо бояться. Я не звезд ясной. Что она говорит? Подождите. Мне нравится. Я вас не боюсь. И она в этот момент начинает повышать голос просто бессознательно. Потому что она уже, наверное, привыкла, что ее боятся. Она такая, ты должна меня бояться. Она на самом деле этого хочет, понимаешь? Обратная психология. Я просто сейчас ебаник подзавалил, а то мы тут три часа будем сидеть. Не, 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 не. Слушай, я не знаю. Очень, очень, очень странная история. Бабка что-то не договаривает 150%. Ты, Вова, можешь не переживать. Если что, мне комфортно с тобой общаться. Да, точно. 100%. Ну ладно, я просто думаю, мама. Я за тебя, наоборот, переживаю, поэтому я скажу. Не, не, все окей, давай. Let's go дальше. Поэтому, если ты хочешь рассказать историю там какую-то. На том, как я деда тряс, у меня такого не было. Тепло деда, блин, знаешь, историю? Почувствовал. Кто, короче, не знает, что такое тепло деда, напишите, пожалуйста, в ютубе, ахрените с этой историей. Просто пишите так, тепло деда. Вы поймете, что это. Это если у вас психика, и все нормально. Да, если у вас психика, конечно, будет все нормально, то, как бы, проблема заключается в том, что вам будет либо смешно, либо пи*** как жалко, но там... Либо захочется тепла. Да, то есть там три варианта, которые возможны. Я с вами не живу, если бы я с вами жила в одном селе, может быть, тоже боялась. Никто меня не боится. Ну, как не боится, вы же слышали, что про вас соседи говорят? Нет, они ловят, говорят. Подождите, парень, давайте вы не будете орать, честно. Я не буду больше встречать. Я лохну, не хочу, я молодая, мне еще там что-то ходить. Мне просто 10, что она говорит. Я бабушку вообще не трогаю, я в глаза у нее, мать ее. Давайте спокойно. И Ивана, Иван со мной работал. Да давайте спокойно, что вы орете-то, подождите. Не электрикам. Расскажите спокойно. Иван Грешин. Да не может она спокойно, блядь, у нее такой стиль общения. Ты знаешь, как батя, который повышен, я так разговариваю, блядь. Я не ору, я так разговариваю. У меня мама так, знаешь, я говорю, мама, можно на 20 децибел поменьше? Нормально все, я всегда так разговариваю вообще-то. У меня мама, знаешь, на заводе работала, и она реально очень громко разговаривает. Она мне всегда говорила, что ты когда в цех приходишь, там кричать надо. Я такой, мам, я понял, хорошо. Он бы сказал, блядь, зачем, он, он знает, что я унижгла, не как раз, мы, хорошее отношение. Моя соперница. Иван Гришин. Саглайф, блядь, деда потрясла. Слушай, я поняла, все, да. Моя соперница. А там по малолетке десятку, короче, блядь. Ты что, ну, блядь, он там Татьяну на стол роганом мочил, конкретно ляс это чего-нибудь. Я тоже знала и была, Татьяна Ивановна Андайева. Какая соперница? Которая живет... Дайнгова. Ты с дотой герой. Я знаю. Дотер? Я в доту начал играть, когда мне было 13 лет, это 19 лет назад. Мы, так понимаю, про разные доты говорим. Нет, я во вторую играл очень... Знаешь, когда я прекратил играть? Когда карта расширилась. Года два назад. И Терзатель появился. Ну, вот это вот... Я смотрю интернешнл и всюду, ну, ну, типа, я все, короче. Моя карьера доты закончилась на этом. Берешь сейчас в шатках, она жива в Панове, а в них квартира была. Мужика не могли поделить? Да, мы двоих. Когда получается паста папичья звучит, блядь. Хорошо, что бы ты выбрал, что бы тебе сожгли дом твой или трон твой. Снесли было, но пол... Это как синонимы. Она на меня, я на нее. Вы ее не тряхали сначала? Не тряхала, она меня тряхала. Сама угорает. Он показывал писюн. Показывал. Ну, вы выжили. Показывал, я сам видел. Она меня не тряхала, я ее тряхала. Чая, видать, сильнее. Но она тоже живая. А мужики умерли. Оба. Сразу в один день. Вот так. Так вот этими руками. Получилось у нас. Наша любовь. Господи, вы хоть успокоились. Слава Богу. Я все вам правду сказала. Я все поняла. Я просто пытаюсь понять, почему же соседи-то на вас так... Почему же на меня так злые? Светашенко, Татьяна. Почему злые-то? Чего я у нее? Мужика отбила или чего-то сделала? Так давайте просто спокойно, без воплей спросим. Вот бабушка не понимает, чего вы на нее злые. Я не знаю. Я с ней никогда не ругался. Я говорю, она же мне руку дала, котят двоих дала. Я их велею, жалею. Ну, вот этот последний пожар, я бы тоже взлетела. Ты понимаешь? Ну, я понимаешь. Что ж мазоха сделал? Бабку без зубов оставил. Это ужас. Я просто смотрю и думаю, блядь, вот как так жить можно? Без зубов. Почему у нее виниров до сих пор нет? Ну, она же хасла конкретная. Давай игрел за пост. Если бы она брала, блядь, за заказы, ну, деньги, сейчас бы она на майбахе сюда приехала такая. С раскольцовкой. Откуда ты знаешь, может, у нее все есть, на самом деле, страничка там в Даркнете? Да, тебе прикинь, реально, у бабок же они откладывают пенсию, откуда у них миллион там накопится. Там в новостях читаешь, там, типа, бабка выкинула в окно, там, типа, пятьдесят пять миллионов рублей мошенникам, типа, ты думаешь, блядь, откуда, блядь? Что за хуйня? Там, знаешь, базисная история, типа, это на похороны. Типа, я хочу золотую голову себе. Что за люкс похороны на пять миллионов? Я снимашь, не даванишь гладь. Ну, как, там же газопровод, там же колхоз. Понимаешь, я... Газопровод, блядь, проводить газ, газопровод, трубопровод, проводить, мусоропровод. А флюрография или флюрография? Флю... Флюра... Флюрография, скорее всего. Правильно. Флюрография, говори, как фотография. Правильно. Каталог или каталог? О-о-о. А тут можно. И так, и так, да. Каталог, я, наверное, чаще говорю. Но каталог звучит как-то круче, чем каталог. Блядь, меня аж уши вижу. Каталог, это будто бы, типа, кот... Каталог, каталог. Ты не нюхал книжечки, и вон? Вот эти. Да, конечно. О, блядь, блядь, я тоже... Мама это... Катер, блядь. Да-да-да. Блядь, вот это был. Кайф, кайф. Да у вас там случилось, дождь шел. Ну, ты понимаешь, меня... Дождь! Меня все это возмущает. Почему... Почему тебя все боятся? Побоймся, бога! Че мне боятся? Боятся. Ее боятся, потому что она орет просто всегда. Вот я тоже два раза голос повысил, а вот такой, пожалуйста. Ну да, я думаю, блядь, блядь, тут люди ва... Что происходит? Ты поджигаешь. Мы наехали блогеры, ее... Так ты после пожара, почему Лене Селивановой угрожала? Кому? Лене Селивановой, после вот пожара очередного, ты сказала, я тебя подожгу. Ну зачем ты это делаешь? Да ладно, мать-то! Я скажу честно... Ебать, она в разнос ушла, слышишь, уже конкретно, смотри, градус какой. Она удивляется, почему ее боятся. Можно взглянуть прямо сейчас на экраны, ребята. Слушай, если нос убрать, то это даже Волан-де-Мор. Вопс! Сразу, сразу! Мэтч! Селиванову ленку. Чего, чего, чего? Вырезали. Мне нравится, как катнули так резко. А кто вырезал? А скажите, пожалуйста, а вы вообще когда-нибудь, вот не дом свекрови, Таня... Никогда ее бабушку забегала. Я, подожди, 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 а вы вообще когда-нибудь чьи-нибудь дома поджигали? Было тоже по ревности у Татьяны Ивановны. Ну это я не знаю, она вся во себе в ноги хуярит, типа, знаешь? Да. Залезла на дерево и начала топором хуярить по нему. Когда она у меня мужика отбивала на глазах моих, Который первый... Как отбивную на глазах отбивала. Молоточку вот этим железным вонючим. Да, который не мылся, знаешь, у него там мясо вяленое уже, знаешь, на нем. Дети у меня были от него. Сын и дочь желаем. А сын умер в нем, а не знаю. Вы из ревности кому-то спалили дом? Ну так у меня получилось случайно. Ну что-то у нее все случайно, блядь, все получается как-то странно, да? Случайно мужика трясла, он умер. Случайно тут тоже вот дом подожегся как-то из ревности. Но я не виновата, блядь. По ощущениям, будто бы она не может сказать. Ну типа, я вообще целенаправленно все это делаю. Ты видел хайповые у нее штанишки какие, блядь? Это Фила? Да. Разъеб, ну там будто не Фила, а Фали какой-то. Если честно, посмотри, Фали. Да, да, но это не важно. Я думал, на Пасху. На Пасху, но у меня сразу же... Последний дроп Баленсиагин у меня сейчас. Конечно. И Версач вот. Да. Рубашечка. А я не шарю просто в этих Баленсиагах Версача. Ну я вижу, что ты кое-что другое шаришь. А это подарили. А. И это, ну, видишь, она грязненькая немножко, потому что... А это стиль такой? Ну да, в принципе. Да я сейчас понял, можно в R1 ходить, тоже стиль будет какой-то. Да в чем угодно можно ходить. Да, это мне подарили стримеры Девилон и Генсуха, когда они были вместе. Я люблю этот худак, потому что он единственный у меня, блядь, такой. Хорошая пара была. Да. А сейчас... А сейчас уже и не пара. Платила, я сидела. Я платила за колхоз «Красная звезда». Ну это, я так понимаю, давно было. Это давно уже. А вот... А вот сейчас-то... Кто такой царь Горох на... Все говорят, вот я реально не шариваю, что это... Это из сказок будто бы. Возможно. Царь, который на Горохе сидел, лежал. Может у него... Сидел в плане типа внутривенно или то и про что? На гречке сидел. У-нибудь дома поджигали? Никому. Точно? Я не знаю, точно не помню. Пошла я в магазин. Так. Взяла ящики. Так. Коробки я сжигала под топом. Это миссия, кстати, в мафии. Там нужно было брать ящики, ставить ящики, переносить ящики. Угу. Платить ящиками. Ты что, не знаешь, мем этот? Я в мафию... Нет, ну это полный думер, блядь. Я в мафию не играл, но она как раз тогда и была популярна. Ты в мафию не играл вторую? Нет. Сыграй обязательно, ты кайфанешь. Я в GTA играл. В GTA это хорошо, но в мафии вторая это классика. Окей. Поиграй. Хорошо. Тебе очень понравится. Пока не дома. Ими. Я потом через два дня спрошу, поиграл ли. Я отчитаюсь. И у меня возникла какая-то, чё-то мысль какая-то дурная. Угу. Какая? У меня очутилась сжигалка. Я думала, у меня нет ничего. Случайно оказалось? Да. Ага. Я думала, она пустая, не пустая. Щелкнула. Вижу. Огонь. Удивительно, да? Типа, смотрю, спички зажгла. Огонь. Смотрю, газ, короче, вот так. Хоп, поджигаю, огонь. Она такая, а чё добру пропадать? Я такая, вот дом стоит. Такая, хоп, и подожгла. О, огонь. Было и было. Но побольше. Но я не помню. Да, да, да. Я не помню. Но это? Случайно. Да, да, да. Это очень важно. Горел он или ливень? Горел. Да там ливень был. Я его выключила. И кинула. Ну, может, я её плохо не зажала. Она про зипу говорит. Да, это зипа. Да, 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 да. Она её крышка не закрыла, короче. Да, да, да. Бабку, ну ты... Не, у неё, знаешь, это горелка такая, которая сыр расплавляет сверху на бутербродах. Она такая, смотри, охуенький. Он и б***ит, полёт. Баб ведь из-за ядат, да. Вышла, вижу, через пять минут, там, сколько там прошло, вижу, чё, это дым какой-то, треск, чёрт. Ну, я побоялась туда идти. Ну, пожар начался, да? Ну, пожар, я побоялась просто. Я говорю, меня там размотают. Всё, забираю слова назад. Бабка-то поджигает реально дома. И не помнит, б***ь. Вот это вообще прикол. Есть повозрение. Да, реально, скорее всего, у неё с головой какие-то вопросики. Ну, биполярка, скорее всего, да, что-то такое, возможно. А ещё, знаешь, у старых людей бывает часто такая темка. Деменция. Да, да, да. Это страшная, б***ь, деменция, кстати. Она у неё уже. Ну, да, то есть она, б***ь, поджигает дома и не помнит, б***ь. Ну, вы же зажигавшки. Так человек может и убить, понимаешь, то есть из деменции. Он тебя просто не узнает, ты кто, б***ь. Ну, я думаю, эта бабка не похожа на бабку с деменцией. Я думаю, она, что она просто... Я думаю, что она просто по приколу, б***ь. Да, она просто еб***тая, скорее всего. Ну, я кинула, я думаю, она потухшая. Я решил разб***ть всё-таки мак. Да я решил углом тебя по яйцам залепить просто. Там уж ничего не осталось. Ну, ладно. После бывших. Жалко. Так и отомстили. Ты тоже берите. Ну, смотри, я могли б***ь из ревности на б***ь дом сжечь. Случайно. Случайно б***ь зажигалкой. Да, да, да. Они ополчились на меня, они давно меня хотели уволить. Да, я трущаюсь. Есть такая Светлана Чекмарёва. Да. У неё в декабре сгорел дом. Вот. Случайно от той зажигалки, которую вы бросили, этот дом мог сгореть? Вот я и твою зажигалку сгорел в сарай. В сарай. Да. А потом дом её. А потом уже перекинулся, гонит. Так, а если я расскажу, как она меня била и мою дочь... А, видишь? То есть она точно сжигала сожгала дом. Защитная реакция пошла у типа, и он такой говорит, так, а если я расскажу, типа, так ей надо, сейчас скажет, да, да, да. Перекладывание ответственности, знаешь, небольшое, типа, а она меня обижала, значит, я могу сжечь дом за это. Да, да, да. Ну, вообще сарай. Да. Ну, там перекинулось всё. Да, блядь, ты знала, что перекинется, поэтому ты и сарай подо... Давайте, вы ей прямо сейчас это и расскажете, потому... Она меня здесь не побьёт. Вы прямо сейчас ей это расскажете. Она меня не побьёт. Ну, почему она должна вас бить, вы... Ну, если она меня побьёт на вашем шоу, я вам эту студию сожгу. Она могла бы её побить уже в деревне без камер, будто бы. Да. О, чё вы думаете? Чё вы думаете? Чё вы думаете? Ай, бабушка, ну не... Папку пинают, смотрите. Я забираю свои слова назад. 21-й год выпуск. Всё-таки там это присутствует. Ставлю ли я лайк этому выпуску и поставьте вы. Да. Чё вы думаете? Вот теперь представь, что мужик бы вылетел бабушку лупить на... Да ему бы сказали, ты... Не, когда женщины дерутся, это можно официально. Ну, да, да, да. Ну, как женщины. Тут как бы другой возрастной категории, я бы сказал, знаешь. И весовой. Да, и весовой тоже. Тихо! Ты спалила мой дом, как ты посмелил? Ты оставила нас с ребёнком на улице. Ты не дай меня, не дай. Ты как ты посмела? Уйди отсюда, мать! Я тебя посажу! Я тебя пососу, говорит. Это же звучит как страшно. Я тебя пососу, и ведь реально зубов нет, реально всосёт же, блядь. Да, да, да. Этот мужик, я уже не знаю, сколько там охранником работает. Я вот ездил пару раз, он до сих пор там. Прикинь просто разнимать баллы. Смотри, а у него что-то... Он такой здоровый, или у него там что-то... Кофт миллион, чтобы ничего не было. Не, я думаю, он здоровый, по-моему, здоровый. Смотри, что ты таскала за субтитры? Ребёнка меня оставила на улице, подожгала. Я вошу тебя отправила. Куда надо деваться? На улице жить! На улице жить! Созь от меня! Я знаю тебя, что она... Когда пьяная? Ты синяк оставила бабке. Реально? Да, видишь, красный потёк уже. Жесть. Ну, на пожилых людях всегда вот так остаётся сразу. То есть, если тебе ударить прям мощно в лицо, у тебя ничего не будет? Ну, потому что наши организмы помоложе, а у пожилых людей, у них прям потёки сразу. Я что-то говорю, не потому что я бабку лупил свою. Потому что бывало так случайно... Спарринг-партнёр бабка была? Нет, случайно там и маленький был. А я, короче, ещё в детстве лунатил постоянно. Ходил, блин, куда-то. Короче, не знаю, это у меня прошло, кстати. Сейчас не ходишь, никуда. Да, и меня, короче, она рядом клала, чтобы я не съёмался куда-то. Я иногда пинался во сне, потому что я очень плохо спал. И вот тут постоянно показывал мне синики, кто я там вставляю. Ну, прикинь, она сама себя била, и она просто хотела... Тогда бы можно было посадить меня. Она у тебя чувство вины пыталась вызвать, и... А ты мне, п***, я же маленький. Ну, нет, всё равно дети очень хорошо это впитывают в себя. Прикинь, просто била себя. Я, видимо, мало как-то впитывал. Мало бил бабку. Бабушка, извини. Ты же точно посмотришь это видео. На сто процентов. Подождите, ну она сейчас трезвая. Нет, ну ты когда-нибудь станешь, понимаешь, стареньким вместе со мной, и кто-то будет вот эти выпуски показывать в школах, кто-то будет на этом... Ну, б***, я сомневаюсь, правда. Но прикинь, мы классиками станем. Да, прикинь, через тысячу лет на каких-то серверах старых откопают, такие, вот, давайте изучать. Да, и смотрите, типа мамонты вот эти, что там, бабку били, б***, еще что-то аморальную хуйню. И знаешь, е***, это же так аморально, он сказал слово е***. У нас же интернет меняется, если ты обратил внимание, он же стал пиздец каким, да, мягким сейчас, эмоционально таким. Э, все родимые такие, ой, б***, не заметил? Мне кажется, оно потихоньку уходит на второй план. Ну, нет, не сказал бы, сейчас б***, б***, все обидчивые, б***. Пусть у меня просто аудитория такая, знаешь, они уже привыкли вообще к... Сори, если вам кажется, что я соевый, я просто настолько уже привык, б***, что аморальный юмор закончился у меня. Вот тут бабок обсуждаем за кадром на самом деле. А у тебя прям такие, понимающие, рофры, не? Вообще все, понимаешь. А, б***, мужик, красава. Ну, я так как-то постоянно шучу, поэтому... Мне, 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 мне приходится вот адаптироваться, понимаешь, потому что иначе я бы, б***, не стригал 10 лет. Ну, да, понятно. Сова, как пьяная она, Свет, я ее знаю. Ну, реально, б***, я себе у нее синичелок. Да, там вообще мощно. Она свалила? Она, конечно. А что произошло? У вас конфликт какой-то с ней был? Нет. Почему бабка на воле? Вот единственное, что меня интересует сейчас. Так они подумали, б***, говорит, ну, ты вот сам же вначале сказал. Я ей там осталась жить-то, господи, годик, наверное. И, наверное, сама себя просто подожжет когда-нибудь. Что за дом, еб***? Случайно, знаешь, этот у нее шаль, платок этот, и все, вспыхнуло. Никакого не было. А что случилось? С домом что случилось? Я участвовала. Ну, она рассказала, кинула зажигалку, загорелся сарай, потом на ваш дом, да, впереди? Я не выключила. Вы дома были? Нет, я в другом деревне работала. В другом деревне? А у вас че? Ну, она волнуется. Ну, понятно. Сын? Сын. Сын. Сколько ему? Десять лет. Так, а он... Давай я подержу. Он месяц. Он уже устал был. Он с вами был. Так, и загорелся ваш дом. Дотла выгорел? Да, мне позвонили, как он сгорел дом. Вы в заявлении написали, что вы знаете, кто дом спалил? Да, да, да. Свидетели какие-то есть, как она это зажигала? Нет никаких свидетелей. Мариночка, дай. Я все узнала. Кто свидетель, у того дом сгорел. Да, да, да. Это вообще жесть. Она такая, нету никаких свидетелей, поэтому я на воле. Отобрал ноутбук. Да. Ах, че, сука, как он вкинул резко. Только что нам сказали, что это вы ее дом спалили. Ну я нечаянно, я говорю вам, не выключила, не успела. Я думала, она погасла, уже там шопаны. Послушайте, ну ей, ну Свете-то не легче от того, что случайно вы... Я знаю, я понимаю, как, да, тяжело. А мне как тяжело жить. А у вас конфликта с ней не было никакого? То есть это она просто действительно, да, вот? Да ладно, она вверх. Или она специально это сделала? Вы что думаете? Специально, конечно, сделала. Она вверх. Она меня обзывала и бабой огой. На дойке, помнишь? Ну справедливо. На дойке.ком, помнишь? На дойке.ком, помнишь, заблокировали. Сейчас уже это другой сайт. Воспоминания разблокировали. Блин, а какие там описания были. Да, тимба. Знаю, даили. Ты скандалил со мной. Зачем ты свинецвестку врешь? Ты меня по-сайски. Марин. И Марамойкой их называли. Кто Марамойка? Меня все время Марамойкой звали. Почему, не знаю, унижали. Мои годы. Пойдемте, я вас на секунду отведу. Вам водички дадут. Вы успокойтесь. А я пока... Сейчас вы вернете. Пойдемте, я вас... Хлеб это она отдала. На. Ребенку кому отдала. Эту. Лошу эту. В пакет. Я надо стрим запускать. Она просто вот поток. Еб***ь от мыслей. Все. Больше ничего не надо. Ну, а че? А че пожилому человеку делать? Ну, наконец-то выговорилась. Дома поджигаешь? И ты говоришь, да хуй ты на меня думаешь, я тебе буханку хлеба давала. А прикинь, она просто хотела пообщаться. Да. То есть... На самом деле, прикинь, ей одиноко на самом деле было. Да, конечно, это н***ц. Подождите, Марин. Бестыжая. Марин, пойдемте, водички попьете вот сюда и вернетесь. Вот чмо-то, б***ь, дом сгорел, еще и пи***ет. Бестыжая. Нет, бабка немного не понимает, что оскорбление не равно поджечь дом. Да, 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 да. Вообще не выкупает. Больте бога, у тебя тоже мать, или с отцом нету. Подождите. Как у меня. Вернетесь к нам, хорошо? Вы попейте водичка. А я пока со Светой поговорю, хорошо? Не верю ей. Не буду. Она пила на пиво, не пила. Ее кодировали. Хорошо, кодировали. Да. Свет. Ну все. Марина ушла, можете говорить смело. Вы как выходит. Слышишь, орет сзади. Вообще, на микрофоны эти вот петлички слышно. Вот она в ваш дом спалила. Тетяня, которая живет в Казакове, она мне первая позвонила. Я говорю, Свет, у тебя дом это подожгли? Я говорю, как подожгли? Так. Ну я сразу поняла, что это она подожгла. Смотрите, я вижу, что вы разнервничали, разволновались. Давайте посмотрим. Вы нам прямо на месте рассказали, что тогда произошло. Вот в общежитии... Мужичок какой-то, да? Это трансгендерная женщина в теле мужчины. Слава богу, что мы живем в России, я живу в России, а не в Америке. Да. Да. В декабре месяца мне выделил колхоз, где я работаю. Она на две семьи. Здесь есть отопление, водопровод, печку топить. Не надо. Я тоже люблю кошечку. У тебя есть кошечка? Нет. Я есть. Она, правда, у родителей сейчас. Но не важно. Вот наша комната, где мы живем с сыном. Жить, конечно, можно, но это не мое. У меня был дом в Пануле. В случае чего мне некуда возвращаться, потому что у меня дом спалили. Комнатка так там неплохая. Ну, не ее же. Ну, факт, но неплохая. Я в этом доме прожила всю жизнь. Здесь у меня было... Так а что, стены стоят, заселяйся обратно. Ну да, крышу просто натянуть, и похуй. Все, можно президент, еб***ть. Да, да. Под углом будет все стекло стекать. Стоял сарай. Здесь стоял крыльцо. Вот что от крыльца и осталось. Это лофт. Можно кальянку открыть теперь. Угли уже есть как раз. Только... Срой выгоняй. Бля, это такой... С... Я вот заметил... Шутки одни и те же, б***ь. Да. Вот понимаешь, почему я говорил, что это невозможно смотреть? Да, б***ь. Дом теплый был. Нормальный. Ну... Знаешь, она рассказывает, как этот чел, который говорит... А Марк был хороший. Да. Ну Марк-то хороший был. Да. Ну, что, уехала, и что осталось в этом доме-то? И получается мне возвращать... Да вообще маленький. Очень маленький. Очень, да. Сейчас сейчас некуда. Ну там хотя бы, наверное, стена какая-то была, разделение, типа... Ну, наверное, да. Там, получается, она с сыном сейчас, с дочкой в одной комнате живет. У меня своего угла сейчас нету. Куда деваться? На улице жить. Вместе с ребенком нереально. Я бы дом могла бы отдать своим детям. Посмотрите, что осталось. Ну, участок-то остался земляной. Ну, построй новый. Да, получается, пусть... Ну, блядь, ну вот, да сука, мы такие в ухуке. Мне... Ну, бедные сидят вот в селе на... Вот это единственное, что у нее было, понимаешь? Причем это... Ну, это грустно, конечно. Ну, грустно, да. Ну, понятно, что грустно. Ну, бывает. Ну, вот так уху из бабки сделать, даже если она специально это подожгла, там, доказать это. Ну, и что... Да, это... Нет, ну, если... Ладно, если говорить серьезно, это тильт пиздец. То есть, по факту, она не может и никак взыскать с нее, потому что у нее ничего нету, очевидно. И сейчас приходится вот ютиться в общежитии или где-то уже. Жесть. Моего дома. Одни угольки. Я тут при чем? Чего я ей плохого сделала? Я ей плохого не... Дом нахуй из кирпича надо было. Как бы он сгорел? Ну, внутри там все равно все сгорело. Да, она подожгла, понимаешь? Ну, да, кстати, факты. Мотай на ус следующий дом из кирпича. Не сделала. Что ей помешало этот дом, чтобы спалить? Почему мои дети должны страдать всю жизнь, как я страдаю сейчас? А этот дом был вашей собственности? Да, я его лично купила. Я так понимаю, что дом не был застрахован? Нет. Слушайте, ну сейчас он меня начнет возмущить. Кстати говоря, страховать недвижимость – это очень важная тема. Я вот всегда страхую. Ну, особенно, если это дом частный. Сто процентов, сто процентов. У меня два раза потоп был дома, и я как-то соседей два раза затопил. Ну, это, кстати, не по своей вине. Страховка все выплатила. Круто. Да. Поэтому это важно. Причем, ну, первый раз это было, когда ремонт только делали, там надо было трубы резать, и чувак в ЖЭКе там сказал, что все перекрыл воду у меня, и мужики начали резать. Там просто тонна воды вылилась. А второй раз я проснулся ночью, у меня краник вот этот от фильтра, он, я просто слышу это, я такой, я, короче, прихожу на кухню, и краник вот здесь вот у основания проржавел, отвалился, и просто по параболе через раковину ху**ила вода на пол. Ты можешь себе это представить? Я себе представил, это ужас. Я теперь, когда куда-то уезжаю, я все вот эти вот... Ну, да. Всегда закрываю, всегда делаю это теперь, потому что у меня, ну, просто вода вылилась сама по себе. Потому что я не понимаю, почему она до сих пор на свободе. Если есть, я так понимаю, свидетели, она сама признается, рассказывает... А сколько по счетчикам налил? Тогда не считал. В следующий раз попробую. Тогда не было счетчиков, да, еще один. Да-да, вов, специально тебя попытаюсь еще раз соседей затопить. Все равно в страховках платят, блядь. Не, а вот они же приходят, наверное, говорят, по твоей вине, ну-ка, иди нахуй, или как, или нет. Нет, ничего. Они скажут, да нету, ехать, кто по своей будет ломать. Ну, там есть страховки такие специальные, что, типа, покрывают. А-а. Все. О том, что она спалила вам дом. Ну, понятно, что она говорит, что она это сделала. Просто, прикинь, меня бы сосед снизу оскорблял, обзывал, я бы ему такой, вот, случайно в кармане нашел кран, блядь, отломанный от своей квартиры. Исос, блядь. Ты знаешь, случайно подключил шланг к крану и в окно ему, так, знаешь. В окно он, так, закрутил, блядь. Ты такой, да случайно шланг так оказался. Я вообще хотел повеситься там на трубе, но так получилось, что... Ты вот тот, блядь. А он меня обзывал, я ему буханку хлеба под дверь клал. Случайно. Ну, а где правоохранительные органы? Почему они ее выпустили? Если она у них была, если они у нее допрашивали. И они же видели, что это за человек. Василий... Кальянную вспоминаю с углями, сука. Какая образованная хуйня. Ну, ты прикинь, реально, можно же дом на угли продать какие-то. На мешки хотя бы. Блядь. Ну, кстати, да, для шашлыка. Угли же кто-то, блядь, сжигает на хуйня. Вот в пакеты их в Ашан приходишь. Да, да, да. Ну, кто-то что-то сжигает, получается. Ну, я думаю, что если продать дом на угли, ты все равно не особо заработаешь денег. Есть ощущение. Если в Москве продавать, заработаешь. И написать «экоуголь» какой-нибудь. От бабушки. Да, да. Как семечки от марта. Да, да, да. Белорусские продукты, знаешь, не поэтому у вас популярны. У нас популярен белорусский трикотаж. Хайп. Ребят, покупайте мерч, пожалуйста. Экспертизу послать. Тут однозначно нужна экспертиза. Мы видим очень сильное интеллектуальное снижение. Человек совершенно не контролирует аффект. Она все время орет. Она, что называется, на своей волне. Прости, мужик, я считаю тебя душноватым. Он бубнит, что-то душно становится в студии. А, реально, ты даже не дал ему 50 секунд. Потому что я его уже не первый раз вижу. Он уже же два года тут сидит. Ну, это вообще, ты знаешь, у него YouTube-канал есть большой. Ну, мне он кажется душноватым. Это ж мое мнение. Я ж не сказал, что типа он у*****. У него это клиника своя наркологическая, он наркоманов лечит. Ну, он занимается добрым делом. Но, я скажу так. Просто, когда вот состояние аффекта... Вот бы вышел, сказал, не, ну, угли, конечно, зачетный. Говорит, ну, папка, е*****, конкретно. Давайте к нам ее в клинику, мы хоть опыты на ней ставим. Да, 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 да. Ну, был бы хайп. Я не люблю, понял, вот этот задротский язык. Ну, он как эксперт приглашен. Ну, ты как эксперт, что там говорим? Пубнил. Ну, вот, тоже как он. Пиз***. Тогда я к тебе вопрос. Ну, Жик, извини, откат. Отката не будет. Контроль за импульсами не только в пиромане. Она может убить, сделать все, что угодно. Это вот кандидат на недобровольное принудительное лечение. Ну, тут два варианта. Или недобровольное принудительное, или суд линча в деревне. Я просто не представляю, почему в эту ситуацию не вмешиваются и ждут, пока люди наведут порядок теми способами, которые им доступны. Это же выпуск ковид, да? 21-й год. Да, 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 скорее всего. А ковид-то, я еще был. В Беларуси не было ковида. Как это? Ну, никак, у нас не было ничего. Ну, в плане, у вас же как, вы дома сидели, как это называется? Я нет, я не сидел. У нас был лайфхак. Если ты индивидуальный предприниматель, ты подаешь справочку, и тебе дают перманентный QR-код на перемещение по Москве. И я, блядь, клянусь, это было настолько... Вот вы меня сейчас неправильно поймете все, но я хочу, чтобы вы просто услышали. Это было самое идеальное время для перемещения по Москве. Когда всю Москву можно было объехать за ебаный час. Всю Москву, блядь. Сейчас ты, блядь, 5 километров за час не доедешь, понимаешь? Вот людей, да... А там, прикинь, еду я и таксисты. Их там машинок раз, два, три, четыре, все. Трешка пустая, МКАД пустой. Я катаюсь, меня останавливают каждый раз, один и тот же пост, говорит, что опять ты? Говорит, ну QR-код не буду спрашивать, езжай. И все, я уже там знакомые появились. А потом это все, хоп, и пи***ь. Как ливануло на машинами, я делал вот этот контраст, я запомнил. В Беларуси просто ничего не было. Я, знаешь, вот сидел, смотрел, там по всему миру пандемия. Все сидят дома, принудительно. Я там посижу в кальяной. Ты болел? Да, болел один раз. Я в Москву слетал и заболел в Москве, кстати. В Минске нет. А я пришел, короче, на премию стримерскую, и там заболел. Еще одну? Еще одну, да. Это которая была недавно или которая давно была? Ковидом. Или ты про что? Ну, ковид, ковид. Нет, про премию. А, нет, премию. Да, просто по приколу сходить. Ну, это стримерская, которая была прикольная такая сделана, слэй. Называлась. Ну, вот. Это давно было? Было год назад. Ну, да, давно, короче. Нет, это бустер, который сделал? А я что ж там был? Ты был? Да. А я тебя видел? Да. А я здоровался? Да. А я не помню. Бухался. Я реально оббухался, если что там. Там же за столиками наливали постоянно, пополняли. А я, короче, уходил, подходил, у меня опять полный пил. Ты просто из разных бокалов пил, видимо. Да, потом подписчик мне сказал, что там мама работала, и она мне подливала в стакан. Я говорю, охрененно. Я вышел вот такой, блядь. Потому что так осевший. Да, с ковидом. Она в деревне боится. Конечно, правда. Она больной человек. Что я вам еще скажу? Больной. У нас в студии Ольга. Я так понимаю, что вы работаете в местном магазине? Да. Она к вам в магазин ходит? Ходит. И как? Ходит. Ну, раньше... Ты отгадал, в местном магазине она работает. Ты сразу сказал, что ты узнаешь людей, которые работают на кассе. Легенда. Так тебя нужно в отдел кадров брать тогда? Да. Ты будешь экспертом по тому, кто сможет себя отлично реализовать за прилавком. Да. Ты сам не думал попробовать? Нет. Попробуй. Я хотел попробовать быть программистом. Я хотел попробовать. Но оказался... Ой, это я не хотел попробовать. Так вот. И получается, сам я думал стать программистом. Но так вышло, что я ебучий, блядь, безработный стример. Безработный стример. Безработный стример. И П-стример. О-о-о. Какой же он безработный, ребята. Какой же он несчастный. Пожалеете его, опять прибедняется, х**цос, пришел. Она ходила, мы давали ей хоть в долг, она работала. Мы половинку посмотрели, поздравляете? Нет, так отлично идем, вообще супер. Да, да. Сейчас мы ей ничего в долг не даем, потому что она не работает. Ее после этого случая уволили. Вот когда она Светлане дома... Она просто бревна рубит. Ты видишь, я тебе говорю, она горизонтально пячет, ругает. Кто так делает, блядь? Он спалил, да? Она кроссфитом занимается просто. Видно, да, первый раз бабка на чем-то получилась. А после этого ее уволили? А, вот из-за чего. Ее из-за этого и уволили с работы. Ну, сейчас мы ей в долг ничего не даем, лишь только хозяйка магазина давала ей на Новый год. Тут она ей от себя дала немножко продуктов, на Рождество дала. А так бывает, вот пьяная, когда придет она, она очень агрессивная, начинает ругаться. Она пьет. Есть ощущение, что она как будто и не пьяная, а агрессивная. Да? А вдруг она пригубила? Вдруг, когда ты приходишь в студию мужского и женского, там стоят такие гарсончики с шампанским? Нет, это грустно. Надо сделать. Там стоят эти просто мужики с водкой сразу. Ух ты, это шутка. Конечно. А где она берет алкоголь? Ну, раньше она пила то, что зарабатывала, деньги, что зарабатывала. У вас покупала? У нас алкоголь не продается. Я не знаю, где она брала алкоголь. А у вас где там самогонкой кто-то приторговывает, да? Да, конечно, Юля, это деревня. Они там гонят через дом из-за всего. То есть бабуля в одиночку клещет? Он подтвердил мою теорию. Они все самогонку гонят и бабка устраняет. Ну, это база. Ты в деревню приезжаешь, я вот недавно с мамой. У меня мама в деревне родилась? У меня тоже. Видишь, у нас очень много общего. Почему мы раньше не встретились? Давайте засучимся. Что ж ты молчал-то, блядь? Так все, у нас столько общего, блядь. Отлично, я этого ждал в моментах. Легенда. И мы приехали к роду к ее двоюродному брату, по-моему. Вот это, не помню, там какие-то родственники, короче. Ну, естественно, мы сели за стол. Сразу батл самогонки. Я вообще снять их потом после видеораскрою. Меня бабушка гнала самогонку. Это оберненная история. В общем, я нажрался в обед пи***ц самогонки. Пошел гулять там по деревне. Потом, когда мы уже уезжали, мне дали еще трехлитровую банку самогона с собой. На всякий случай. Он на меня стоит, лучших времен ждет. Вот приедешь в Минск, там тебе деревенской самогоночки. Ой, сказка. Знаешь, что я недавно выкупил? Соджу с пивом. Пробовал? Что это такое? Соджу. Это, блин, меня, наверное, поправят. По-моему, корейская водка. И ты, короче, берешь соджу, 50 на 50 стаканчик. Короче, это аналог ерша, понимаешь? Ну, ты пашет. Только нормальный. Ну, потому что от нашего ерша ты умрешь на***. Обрыгаешься сразу. Да, да, да. А этот он плавный такой. Ты вообще пьешь? Выпиваешь? Конечно. Ну, вот. И, типа, берешь 50% соджу, вообще любой, она там бывает с ягодками вот эта вот вся, и пивком сверху. Слушай, надо попробовать обязательно. Это ахуенно вкусно и плавненько накатывает. То есть ты не вот это вот, знаешь, когда пьешь там вискарь, там какой-нибудь крепкий еще шотами что-то охерничаешь. Бля, просто уже, эээ, как животное. А тут ты пьешь и прям чувствуешь все. Вот сейчас хорошо. Слушай, ну, вот, например, в Англии, там, в Ирландии часто пьют, например, виски, пивом запивают. Ну, это щелкаши, ебать, конкретные. А новое, эффект поинтереснее. А я тебе говорю, что вот тут эффект классный. А вот это уже не алкоголизм, когда ты 40-градусную корейскую водку пьешь с пивом. Она не 40-градусная. 30-градусная. 20-градусная. Ты уверен? А вообще мы брали 15. Это уже ликерчик какой-то. Ну вот, я тебе говорю, 2 стаканчика вот так с пивом за счет газов делаешь, и очень хорошо. По литру. Два раза вот так делай, и спина болеть не будет. Анжумания. Беги в пресс-коршат. Племянница и племянница, там тоже любители все выпить. Ага. Ну, смотрите, сейчас вы говорите, выпивает. Такая, хочется за щечку, б***ь, ее взять, прям вот так вот. Да я не при делах, ребят. Я, потом мне магазин сажал, нахуй. Вам приходят в магазин, ну так она же, наверное, продукты требует начать. Честно, выпуск охуенный выбрал, супер. Ну да, есть где подразогнать. Да, 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 потому что я смотрю иногда очень жесткие выпуски, там знаешь, б***ь, ребенка там, б***ь, жена. Одна родила ребенка, б***ь, заморозила его в морозил. Ну там п***ь, бывает такое, ну ты сам понимаешь. Поэтому я хотел какой-то более позитивный все-таки выбрать. Про поджог, нормально. Б***ь, они, типа, такие думают, о, объезжают всех, спрашивают. Говорят, а там, там Любка, б***ь, ребенка, б***ь, заморозила. А я, б***ь, идем. Я могу рассказать, как сейчас они ищут сюжеты. У них команда, я был прям у них в офисе, в кабинете, там сидят. Тебе можно это рассказывать? Я не думаю, что это секретная инфа. Там сидят пять человек, и они мониторят телеграм-каналы, просматривают все, и там какие-то новости, они... Там опять Низулина что-то написала, да? Да он хер его знает. Я не особо слежу. Я вообще как-то не слежу, знаешь, за этим всем. Я же в Беларуси живу. Я говорю, есть только наши телеграммы, все остальные телеграммы х**ня. Кстати, подписывайтесь, вот QR-код на телеграмм Вовы. Вот, вот туда-да, на Twitch не надо, а вот телеграмм надо, надо, подписывайтесь. Сколько не зарабатывал первое время? Четыре года. Я три. Четыре. Или два, п***ь, два. Я уж потом до Nationality появился. Да, я четыре. Ну вот, а у нас типа до YouTube-то раньше реклама дошла, у нас еще, б***ь, только из рекламы пришли первые всякие кейсы, б***ь, кс-го, вот эта всякая х**ня. Нет, смотри, если брать с момент... Короче, я с 11-го года снимал, но это было как хобби, я даже не рассчитывал, что буду зарабатывать. А потом, когда у меня уже был багаж знаний, и я принял решение, что мне нужно более погрузиться в эту темку, то я начал, ну почти сразу... Нет, я так глобально не думал, у меня автоматически так произошло. То есть сначала запросы начали приходить, и я такой, б***ь. А я, ну, использовал стриминг, как типа... Потому что меня люди, б***ь, раздражали, я был аскет-п***ц. Я их боялся, и в интернете, типа, это мой такой уголок, где я сижу, пук-пук-пук, и что-то получилось, короче. Вот как-то так. И приросло в стриминг. То есть, ну да, по факту я там признаю, что это не мои бабки, там, я живу на деньги людей. Компании это мои бабки, а донаты это деньги людей. Ну это же их добровольное решение. Конечно, да, конечно, конечно. Но я даю себе отчетность, что как бы... Ты не коллектор, б***ь. Ну типа, я даю себе отчетность того, что типа, ну, я к этому п***ц, сколько шел. Ну смотри, ты даришь им хорошее настроение, формируешь. Да это не обязательно, донаты это вообще х***ня. Типа, вот гораздо круче, что сделать, это по баннеру, б***ь, или по ссылке, б***ь, какой-нибудь переходить блогерской. Это самое лучшее. Почему? Потому что клиент у тебя х***ет, не х***е, говорит. И уйдет еще раз, да-да-да. Станет постоян, то есть в перспективе, то есть донат, как бы, ну, да, спасибо за поддержку. Ну, то есть, ну, опять же, не ну, спасибо, а спасибо. Спасибо, да. Проблема заключается в том, что мы же, например, ты согласишь, что у нас с тобой, ну, типа, от контракта до контракта. Ну, то есть у нас бывает иногда, когда ничего не приходит, может не прийти. Стабильность не такая, как нормальная. Романтизация еще есть от ютуба. Ну, вот, а у нас получается, ну, б***ь, я там вообще ее не учитываю за монетизацию, потому что у меня, например, на Твиче там пуст х***а какая-то, б***ь, вот столичка. Ну, то есть, мне люди донатят больше, б***ь, за месяц, раза в три, чем то, что мне Твич там дают. Ну, вы же сейчас еще и вывести ее, по-моему, не можете. Это можно там все достать, через лицо там, видите, они позволяют это сделать. Но сам факт, типа. А, подожди, оплатные подписки. Работает, все. Ну, вот, мне кажется, ну, они же должны, у тебя же столько там подписчиков, пипец. Ну, вот, мы сейчас пробили много, но, опять же, я говорю, я на этот доход так смотрю, типа, п***у есть он и есть там, типа, я его не трогал. Вон, я с Твича вывел деньги спустя 4 года, как у меня партнерка появилась. Мне было так насрать, я сидел на донатах просто. А сейчас у тебя в основном вот баннеры. А сейчас баннеры, да, типа, и вот лучшая, типа, как сказать, поддержка, это вот просто тыкай, б***ь. А я стримлю, ну, у меня в целом, знаешь, от онлайну к онлайну, если я какие-то хайповые шоу стримлю, там, типа, в целом, тысяч 8 меня смотрят. Ну, 10 там в пике было, б***ь, пару раз. Ну, типа, 7, 8, 6, вот так вот. И я понимаю, что я, ну, у меня, наверное, на Твиче не будет рекламы, потому что я ставки не рекламирую вообще, казино я не рекламирую. Короче, ну, я вообще ни с какими финансовыми структурами не связан, никогда не был. Круто, у меня есть зашквар, типа, бейтер. И нет желания, нет, так я не осуждаю, это, типа, выбор каждого, просто, ну, так сложилось, я не хочу этим заниматься. А если вообще фул, фул белый, белый реклама? Да, у меня только вся такая. Ну, вот, и, например, я, ну, что на Твиче тогда ее не поставить? А я не знаю, где взять. А сколько у тебя залетели? Ну, я же говорю, типа, 6, 8, 10 тысяч средних. Ты еще еб***ь, это ж пиздец, охуя. Ну, ты, наверное, б***ь, ху**ь забил и подрубаешь раз в месяц. Ну, я стрим, ну, смотри, я сейчас улетел, я там, короче, я когда в Минске, я стримлю раза три в неделю, наверное. Мало. Ну, б***ь, у меня аж ютуб, я не могу и туда. Да, я понимаю, тут приходится выбирать. Знаешь, смотри, я вот тебе объясню. Я вот сижу, снимаю реакты, там, типа, 2 часа на это трачу, и я после реактов подрубаю стрим, и у меня энергии уже не хватает, чтобы, ну, я же не хочу сидеть там, афк, б***ь, просто сидеть, паузу. Б***ь, сейчас скажут там некоторые, б***ь, очень любят говорить, б***ь, не устает, а я вот на заводе, б***ь. Не, я не хочу, чтобы меня жалели, я просто рассказываю про свои эмоции, у меня, я же, когда запускаю, что-то делаю, я хочу. Конечно, 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 да. А у тебя морально уже сил не хватает. Проблема в том, что когда, короче, вот, как у меня, например, происходит, и у многих там стримеров, возможно, блогеров, б***ь. Ну, сколько уже померло блогеров-то, б***ь, не в плане физического, а в плане медитации. Ушли, да, просто, б***ь, выгорание, б***ь, просто начинается, скорее всего, возможно, вы тоже там на своей работе с таким сталкивались, только тут она дает по башке, из-за чего, б***ь, ты не можешь, б***ь, делать то, что ты, вот, делал хорошо до этого. У тебя получается, не получается даже, б***ь, вот я, что у меня сложно, я сижу, б***ь, ну, по факту, да, наш контент, б***ь, но я себя считаю паразитом. Кто-то производит его, там, п***ь, парится, я беру такой, посмотри, он, ну, то есть, п***ь, вот так себя позиционирует, и, возможно, по-другому. Это ошибка, не надо делать. Вот, ты монтируешь, а я, чё, я, б***ь, просто смотрю в оригинале, не вижу. Не важно, не важно, я, короче, все равно. Я, короче, я не считаю это сложным чем-то, но просто можно было бы что-то более крутое делать. Ну, если бы ты захотел, да бы я это сделал. Но нет, тут не в этом прикол, я-то хочу, но конкретно на моей площадке это никому на н***ю не всралось, и это, б***ь, не выгодно еще, плюс ко всему. Ну, продакшн на ролике в перспективе дает тебе большей конверсии просмотра. Если ты смотришь на это с точки зрения выгоды, то да, конечно, а если на это смотреть с точки зрения творчества, то ты должен... А зритель тоже не смотрит. Зритель, например, воспринимает мою площадку как, например, что-то домашнее. Это потому что ты их так приучил? Нет, это вообще, в принципе, работает. Ну, почему? Есть же вот лайфстайл, эти стримы, как-то... Да, ну, это, б***ь, они, короче, как тебе сказать, не особо-то они круто и заходят, я тебе так хочу сказать. Потому что гораздо больше дома контента сделаешь, нежели, б***ь, улицы просто. Идешь, учитывай, ты идешь, б***ь, куда-то, б***ь, это время занимает, все смотрят, как и два часа, б***ь, до точки, б***ь. Я уверен, что ты все равно придумываешь, знаешь, там, зовешь каких-то гостей к себе на стримы. Нет? Ну, иногда бывает же, наверное. Раз в год, да. Хорошо. Ну, например, там, появляешься, какие-то активности придумываешь, там, что-то смотришь, задаешь темы. Ты все равно это продумываешь. Но проблема в том, что это импровизация. Ну, великолепно. У нас вот на стриме... И ты тоже поймешь, ты тоже знаешь, что такое импровизация на стримах, это б***ь, всегда импровизация. У тебя есть примерный вектор, что ты будешь делать. Ты же понимаешь, что вообще не каждый это может делать. Абсолютно не каждый. А когда ты выгораешь, импровизация на б***ь уйдет, и вот ты сидишь, б***ь, и у тебя мозг просто даже не вот просто... Б***ь, алло, долб***ь, клоун, еб***ь, я пришел, развлекай меня, б***ь, ты сидишь, б***ь, вот это. Ну, то есть, вот про что я хочу сказать, типа, сложности-то нет. И вот тем, кто еще говорит, что это еб***ь, как легко, есть такие люди, которые не ценят, да, например, то, что вот такое происходит. Сидят там, б***ь, зажрались, сука, на стульях своих. База, факт. Зажрались, точно могу сказать про себя. Но, б***ь, если это так легко, х***ь, ты тогда этим не занимаешься. Короче, я хочу замотивировать. Реально, пока ниша не занята, попробуйте себя. Но проблема в том, что никто не хочет, б***ь, пробовать, потому что это будет убивать время. Знаешь, в чем еще... Робота будет мешать. Основная проблема, отвечай, я понял, очень тяжело аудиторию набрать. Да. Если у тебя, если ты... Ноунейм, это вообще... То есть, я по себе сужу, смотри, я очень давно на Ютубе, и я за год набрал на Твиче. Ну, я не особо, там, занимался его пиарем, только через Телеграм, считай. Только через Телеграм. У меня, там, 110 тысяч подписчиков. Это п***ц. Это нормально. Хотя, казалось бы, что... И у меня, типа, этот... В общении, там, я, когда захожу, стримлю, там, я смотрю, там, в топе вишу, и все равно аудитория, ну, очень медленно заходит. Очень медленно заходит, очень не хотя подписывается. И вот тяжесть заключается в том, что даже, б***ь, не подписчики п***ляют. Вот сейчас твое блогерское представление должно перевернуть, б***ь, и людей. Окей. Вот заходишь к Типу, у него может быть 2 миллиона фолловеров, но смотрит его 100 человек, б***ь. Ну, значит, и говно. А многие думают, б***ь, вот много у тебя там фолловеров, ну, много у тебя, и что, вот, б***ь. Например, если зрители решают, то есть, не важно, сколько у тебя фолловеров. У меня три мульта. Сколько тебя смотрят? Средний сейчас вырос, ну, там, 14-15 тысяч. Это очень хорошо. Это отлично, б***ь, понимаешь? Мне еще кажется, что очень много накручивают себе зрителей. Да, да, очень много. Даже кто-то может чуть-чуть подкручивать. Есть даже ботогномофермы, б***ь. Это люди, которые выполняют за тебя переходы, б***ь, регистрации. Ты себе крутил хоть раз? Нет. У меня было желание лет 7 назад, у меня, короче, там, произошло то, что у меня канал застагнировал очень сильно. То есть, каждый день я видел, б***ь, 400 зрителей, б***ь. И не больше, и не меньше, б***ь. Просто застагнировал. За 7 лет назад нормально? Я хотел, но потом мне пришла идея, б***ь, мне не поиграть в КС-ку с читами. Ооо. Вот это контент, никто так не делал. Но я не ознакомился, б***ь, с правилами площадки, а я был партнер. Почему меня, б***ь, канал называется «Братишкино», потому что, б***ь, Братишкин в перманентном бане, можете даже проверить. В любом случае, если подытожить, пробовать нужно. Пробовать нужно, проблема в том, что, б***ь, из людей, вот сейчас, в осознанном возрасте, когда работаешь, рискают, б***ь, бросить, б***ь, работу и попытаться, б***ь, 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 стримить. Да не факт, что залетишь. Не факт. Я же говорю, три года, вот я сидел, ну два года без всего вообще, б***ь, б***ь. Это фанатом, наверное, надо быть. Нет, это надо быть школьником, б***ь, б***ь, которого, б***я, времени, кроме школы, б***ь, 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 б***ь. Понимаешь, пришел со школы и подрубил. Я раньше сидел по 12 часов, не уставал, мне п***ь было. Сейчас сижу 4 часа, я б***ь. Сука, старый становлюсь. Когда она выпьем, что она требует Когда она трезвая, она еще там попросит Ура, збали, б***ь Наконец-то Вот, пожалуйста, там попросит Ну вот Марья Петровна, она как бы ее немножко жалеет А может быть и побаивается Потому что это же все случилось, этот пожар Из-за того, что она ей не продала полторашку пива Нет, то, что не продала, не дала в долг Она тут же пошла и подожгла этот дом Я же сказал, теории подтверждаются Охренеть Она пришла, это было 18 декабря Ваш дом, Светлана, рядом с магазином Рядом с магазином, да И вы думаете, что она и магазин хотела, чтобы сгореть Она ей подожгла Из-за того, что она с целью подожгла, что сгорит магазин Потому что вы ей продуктов не дали Потому что ей не продали Не дали полторашку пива Ты не продала алкоголь сумасшедший Нет, ты понял Она сказала, у нас нет алкоголя И, б***ь, сейчас минут пять спустя Минут пять спустя, говорит, не продали ей пиво Знаешь, наверное, у нее просто контрабанда пива Ну, скорее всего, они там самогонку сами толкают Поэтому она, б***ь, ну, сама посыпалась А пивом у них называется газированная самогонка Да Все Это же пироманка, ее нужно лечить У нее вообще на протяжении ее жизни Столько вот этих эпизодов Так она же сама рассказала, что она 15 лет назад Из ревности кому-то дом спалила Потом, говорит, мужика отреханула Потом с какой-то подружкой из-за мужиков дралась Они в один день умерли Ну, я боюсь, что отсидела она 10 лет от звонка до звонка Но мы же не знаем, за какие свои деяния она не сидела Случайные Уже обойди в деревню, пни кого-то В этом овраге никогда не найдут Мы ощущаем такую мощную ярость, когда наблюдаем за ней А представляете, что с ней случается, когда ей не дают пиво В состоянии алкоголя Опять пошла нахуй, мы вырезали Да-да-да, все, спасибо Ты не должна это говорить, потому что они не продают пиво А спорим, она что-то опять там хуй какую-то просто сказала И все-таки, бля, вырежем Да-да-да Ну, там просто что-то неважное Так, подписывайтесь на мой канал Я хочу пригласить в эту студию двоюродную сестру Светланы Елену, которая удивительным образом встала на защиту Марины Казаковой Елена, идите к нам Елена, здравствуйте Здравствуйте Вы защищаете Марину Ну да, мне ее тоже жалко Она у меня одна осталась после моей матери Но она подожгла дом вашей тети Ну, в этот пожар, короче, на этом пожаре тоже была Так, подождите, вам Светлана кем приходит? Это та бабка та, получается, это ее родственница Да я тоже не понял, она что-то так сказала Она, я вообще... Она одна у меня осталась, говорит Двоюродная сестра А Марина кто вам? Тетка родная Подождите, то есть это она родственница, спалила дом? Бля, я что-то не могу понять А-а-а, как тяжело Они родственники там все Ну, посмотри описание, что там, блядь, написано Подождите, вам Светлана кем приходит? Двоюродная сестра А Марина кто вам? Тетка родная Марина ваша родная тетка Светлана, которая здесь у нас в студии Двоюродная сестра Двоюродная сестра Да Да Они его... Понял? Блядь Биздец Подождите, и вы... Только Света, не родственница И вы поддерживаете Марину Вам ее жалко А сестру не жалко Мне обоих их жалко В первую очередь ее, потому что она осталась без... Понимаешь, короче, как заиграла красками Что они, блядь, родную тетку, хуйят, обсирают А родная тетка сожгла своей племяннице или кто-то дома? Да, 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 да Так, и Марину вам жалко И ее тоже жалко А ее почему жалко? Просто оказалась такая ситуация, что она... Ну, некому ее защитить От нее даже родная дочь отказалась Подождите, но вы ее племянница Да Самая лучшая защита для человека, у кого есть большие проблемы с здоровьем... Это нападение Нападай первый всегда Поджигай первый Саняться его здоровьем Вызвать скорую Сказать, что вы родственница Ну, вы, Блиновская, даете миллионы на ветер 2021 год Не даю И попросите, чтобы она прошла какую-то диагностику Почему вы ни разу этого не сделали? Ну, извините, пожалуйста, у нее родная дочь Вы сами сказали, что родной дочери, на нее наплевать У меня тоже, извините, семья, у меня трое детей Послушайте, Иван... Я помогаю ей, когда поездить даю Когда на перничок, перничок Это вы ей помогаете? Значит, вы с ней вместе заодно? Я так понимаю, Лена? Я не заодно Что правильно говоришь, это она вместе поджигала Это человек работает Да-да-да То есть, то, что она просто ее поддерживает Потому что у нее бабка шизанутая Да-да, это ты ей подошла Побудь на улицу Ну, на улицу Ты понимаешь, что это человек больной, ее надо лечить Почему вы не беспокоились? Она после пожара, когда приходила После пожара на другой день пришла Я говорю, Марин, тебе... Сколько воды в день выпиваешь? Ну, не столько, сколько ты Надо 2,5 литра, 3 Ладно Тебе 2 литра, наверное Ну, ладно Будешь пить? Нет Кровь будет густая А зачем? Ну, чтобы тромб оторвался Это, если ты не будешь пить, то будет все хорошо Если буду пить Если будешь пить То торопится дрочь, точно Трочно Дрочь Ладно Когда человек курит, ему вообще Че там с кровью Если это не крэк? Нет Я осуждаю У вас что, в Минске можно крэк курить? Нет, конечно Ты че, у нас в Минске вообще жесть полная А че? Ну, нас садят за все Ну, я в плане Если ты даже Да, у нас жизненно, кстати Я... 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 Потому что ебанцы далеко ушли Про всякие эти травы, ну и всякие вещества Там вообще А при каких условиях у вас убивают чела? У нас в основном за убийство У нас было очень жесткое дело В Минске, короче, пара семейная Она замучила своего ребенка Ну, в Беларуси, точнее Замучила своего ребенка Ну, короче, какие-то ебанцы И такая ситуация Что у нас в Беларуси Максимальный срок наказания для женщины 25 лет тюрьмы То есть, что бы женщина ни сделала 25 лет тюрьмы А для мужчины смертная казнь Вот, и поэтому у нас... Ебанцы, это уже какое-то... Ну, а какое? Где равноправие? Ну, вот... Почему, блядь, так очень сделал? Ну, вот, видел у нас там президент говорил Типа, лесбиянство женщинам Я прощаю А вот геям К сожалению, нет У нас очень низкая преступность На самом деле в Беларуси То есть, у нас каких-то таких, знаешь Громких преступлений нету Как в Дубае, считай, короче У нас просто стерильно В этом плане Нет, это круто, на самом деле Бля, я просто не понимаю, почему У нас же, в принципе, тоже так же работает Что женщина меньше получает Почему? Потому что это мать Ну, типа того, да С наркотиками очень жестко То есть, у нас же и взятки невозможно дать Ты никак не... Ну, короче Типа, если ты нарушаешь закон Тебя всегда по закону осудят Все И это круто, на самом деле Вот, поэтому... Чего, реально взяточку даже не дать? Никогда, никому Ты даже вот, когда гаишник тебя остановит Ты не сможешь дать взятку физически Вообще, кем бы ты ни был Реально Никто не берет Меня тут останавливают постоянно И, блядь Ну, блядь, намекают Нихуя себе Не, у нас... Они думают... Ты че? Если у нас гаишник возьмет взятку Ему будет больше... У него будет больше проблем, чем у тебя Ну, а как докажешь, что он взял или не взял? Ну, там пишется 24 на 7 А, блядь, а он по сути... Не, у нас... Может быть, не... У нас тоже есть, что типа за взятку пизд... Дадут По-моему, и тебе пизд... Дадут за то, что... Не, так все пизд... Дадут Я вот люблю, знаешь, это пивасика попить Там, вискаречка Мне это нравится А все остальное что-то... Да, да, да Ну, то, что легально Да, да, да Она говорит Да маленько Я вчера похулиганила Я говорю Ты не маленько похулиганила Ты похулиганила как следовать И так же пришла и сказала Я сожгу всех Чекмаревых Вот они все родственники Все Чекмаревых Она сказала Я сожгу всех Чекмаревых Смотрите, она и вас сжечь может Но вы при этом вышли сюда и сказали, что... Ну, да И че? Ну, она родна осталась, блядь Ты горишь, как огонь Кони, а кто из нас гей? Я Вам ее жалко У меня стояк, блядь Ведь мы что-то не знаем Я не слышал эту версию? Ты че, вообще? Это гачи-версия Да? Видите, нам Да, я просто жалко мне Если честно Ты не шаришь, да, за эти приколы? За гачи? А, Кизару, например Пидор на крыльце, скажи Кто насрал ведро, пи***и Кто был на анале, поставлял пи***и Билдаки Пидор, кидайте мне качи В жопу мне ключи, пидор Почему ты знаешь, что это на Ису? Потому что это еб***ь Там два мужика вот так чечетку там Три или три, или четыре их было А не чечетку Не знаю только вот этот Подо мной пень Сбаешь, а очень Подо мной А, да-да-да-да Я тоже видел это Да-да-да Что-то, вы понимаете Что вы ходите под риском Заживо быть сожжен Под риском Под риском Под риском Всей деревней И вы че-то ждете Какого-то чуда Заживо гореть Ничего страшней Быть не может Надо просто собраться И решить Отпи***ь его просто Надо просто собраться И новый дом построить Ху***ь Размылись Кирпичный Вокруг этой бабки Без двери Просто пускай там Еду и там подкидываете Вопрос У нее родственники еще какие есть? Вот дочь родная у нее есть А она с ней общается? Мало Не возбуждается эта темка Нет Облизал бы? Ну давай Вот я тут Лизнул бы Нет, конечно А ты? Ну давай так 200 тысяч рублей Что-то мало как-то Ну давай так Миллион рублей Вам столько не до... Ой, еб***ь Тут ничьи, конечно, на ютубе Блядь Пиздец 200 тысяч рублей Блядь У нас там Долбоебы За 5 лямов стригутся А, да Сидя дома у себя Ты вот ей бы на бровь лизнул За 200 тысяч Тебя не стригнул строй? Нет А предлагал? Да А за сколько бы постригся? Да не за сколько Блядь За 500 рублей Я прихожу Парикмахеру даю Он мне стригутся Но если бы он тебе 100 миллионов предложил Да не Блядь 100 миллионов постричься? Да я У тебя же деньги останутся И че? Ну блядь Я это воспринимаю Как надлом Блядь Типа я тут с авторитетом Пришел Давай стригись за деньги Плюха Так а 100 миллионов Что не деньги? Ну деньги Ну Ну и что блядь Отрастут Приходит крупный стример Блядь Такой говорит Слышь стригись за деньги Вот эти На деньги Ну не слышь А пострижешься за какую-то сумму Ну нихуя Это вижу как надлом У меня гордыня Блядь дороже чем 100 миллионов И я эти 100 миллионов Заработаю сам Не ну смотри Одно дело Если бы он пришел Сказал ешь говно за 100 миллионов Очевидно трэш Очевидно это бы я съел Типа очевидно Я это делаю бесплатно Типа сейчас Бесплатно говно А тут типа 100 миллионов Не не Просто ну Смотря какой человек Блядь Пришел бы какой-нибудь Ваде и вилон Сказал бы Вован пострижешься На 100 рублей А я понял У тебя просто Неприязнь присутствует Ну в плане что да Он же из этого выгоду Извлекает какую-то Я говорю Из этого идет какая-то Ну респект хуйня Типа я Блядь Постриг его Ну да Это как-то типа зашкварил Будто бы кого-то На зоне Поэтому я Ну да Твоя логика мне понятна Окей Поэтому я 100 миллионов Заработаю сам Мне такое Не надо Вот это кавалер Да меня блядь Пришли эти типы Начали срать Блядь Какой я хуйнейший Зажравшийся бля Вот мог бы блядь Постричься Ты тоже 5 миллионов предлагал 17 он мне предлагал А реально Я отказался да Мне сказали Сори нет Ну понятно блядь И ушел А мне блядь Писали в комментариях Долбодобно было Постричься блядь Детский дом Потом отправить Слышь ты хуйня Че ты то не отправил Нихуй Пи***ть Комментарии Иди блядь Пол квартиры В детдом Отдай А подождите Вы еще сказали Какая то есть Племянница алкоголичка Выпивают бывает Выпивают Это вы Лен Вы еще с ней квасите Ну бывает Конечно Лена сейчас наверное Не выпивает Из-за того что у нее Ребенок маленький И 4 месяца ребенку Она мне кого то напоминает Повариху Нет Она мне напоминает Какую то чувиху Из Игры Присков Интернет Нижнего Я это лицо Где то видел в мемах Короче напишите в комментариях Зайду гляну Залайкайте только пожалуйста Ребенок маленький 4 месяца ребенку Извините пожалуйста Я с ней не пью И про меня такого Нечего говорить Угу В магазине все Честно вы как будто Все там пьете У вас лица такие Блядь опухшие И я И я тоже А я не отрицаю Как она Она говорит Мы не пьем Да что ты пиздец Они все почему то Говорят в студии Что они не пьют И сидят знаешь Типа там Зубы в разные стороны Три последняя Она там король заедает Ну видно Видно что Реально не пьют А просто Ну крышки С бутылки открывают Мы не пьем Мы хуя Пивку могу зубами открыть Закусывает бутылкой Загружает То что он пьет Зачем на меня наговаривать Ну хорошо Марина к вам в гости Ходит Ходит Редкий на раз Ко мне ходит Женщина будешь смотреть Извини Не плачь Там не провели интернет В ту избу Сгоревшую Еще пока что Бля ладно Она такая Боже прошлое Заграла меня А у нее в 24 году Типы смотрят выпуск с ней У нее триджик такой Она ходит Лену вас постоянно Она постоянно Она даже приходила Несколько раз в магазин Ты не закладывай Сиди тут Все нахуй Всех заложила Она уже себя заложила Этим пивом Да кстати У нас нет алкоголя Ну ей не подали в этом магазине Я вообще выпал У нее за магазином Еще пристройка Жаловалась на то Что когда она работала И получала хорошие деньги Она вот придет Накупит на тысячу рублей Через полтора часа Приходит опять Давайте мне Марин Ты только сейчас Брала на тысячу рублей Знаешь что я понял Что я короче Стал старым Когда мне стало интересно Эти шоу смотреть Мне тоже Я был маленьким Я не перевозил Этот бубунеж Что там интересного Тут смотришь Погружаешься Максимально Да 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 А сейчас стал взрослее Мне стало интересно Смотреть вот на эти Разборки Офтоп Про алкоголь Все говорите Какой-то ролик Видел На ютубе Очень большой Такой длинное Расследование Было Как в Латвии Алкашам Короче подпольно Продают одеколон И они Ху**т Именно одеколон Этот Александр Знаешь Такой базисный Да 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 И там пиздец Как ноги гниют Там же эти спирты Какие-то Не фильтруют Это пиздец Полный вообще Жесть Мне кажется Вот там что-то подобное Знаешь В деревне обычно Один уровень фильтрации Просто типа Тормозуху смешали С очистителем стекол Продукты Она говорит Что да нет По факту Человек неприхотлив Видимо с чего разъебался Я каждый раз удивляюсь Когда смотрю подобное шоу Знаешь Типа еще Я вешу 300 килограмм На ТЛС И вот мужское и женское И другие Насколько на самом деле Вынослив человеческий организм То есть человек Знаешь Из последних сил Пытается себя убить Подожди Блядь Давай поживем Ну и в итоге Там какая-то Грань приступается И все Хочу обратиться Каналу Ю Так Официальное обращение Разблокируйте пожалуйста Реакции На беременна в 16 На канале Братишкин Рофлс Пожалуйста Это не мой канал Но там реакции выходят И они куда-то их скрыли Да я люблю Обсирать Ваших участниц Я У этого у меня Ну не отнять Я люблю обсирать Очень сильно Но у меня он теперь Не доступен Но участников тоже Я же ты говорил И мальчиков Да я всех там И маму И папу Всех вообще Кто там где Че не доглядел Разблокируйте пожалуйста Разблокируйте Для регионов просмотров Видос есть Страйк не висит Видос скрылся Начали засмотреть Отправляли запрос Никакого ответа нет Почему? Нормально же общались Канал Ю Вы меня не страйковали А я обстирал всех Ну пожалуйста Войдите в положение Войдите в положение Да Человек там С нарезок Зарабатывает деньги Какого хрена? Это Вова кстати Это не я Она вам их носила Она носила их вам Она вас кормила Когда ей в колхозе Надо кормить Когда им в колхозе Всем рабочим Я на диете Развезли по 12 сеток Картошки Она ее заморозила Она сказала Что вы ее Украли у нее Я ее не 11 Боюсь такой жизни Чтобы разбираться Кто картошку украл Мешок Господи 100 рублей стоит Наверное Или сколько? Я не знаю Я тоже не знаю Может мне сейчас Как это ты не знаешь Сколько стоит картошка Ты не знаешь? Я могу тебе сказать Почему я не знаю У меня есть на это ответ Ладно У меня у родителей дачи Они выращивают все свое У меня вообще все свое дома Реально Эко Реальное Поэтому я не знаю Сколько стоит картошка Ребят, белорус не знает Сколько стоит картошка Ты что меня булишь? Я говорю, что мне мама Привозит всегда Картошку? Да Я иногда Тебе не жалко маму? Ну папа привозит Я имею ввиду Семья Ладно Пока Это все вранье, Оля Лена Я говорю ее слова Не нужны мне ешная картошка Ты понимаешь? Ейная Ейная Ейная, да Вичи Ихняя Ейная Есть такое понятие Станггольдский синдром Это синдром заложника Странггольдский синдром Странггольдский синдром Странггольд Это подожди Странгголд Грусадер Это в World of Warcraft По-моему данж такой был Возможно А есть игра еще Странггольд А, реально? Да Круто Олды Кто шарит Напишите тоже Бля, я все прочитаю Сука Я же не просто так пи... Я зайду, прочитаю реально И ответят еще Нет, отвечать не буду Потому что у меня что-то комментарии удаляются Наверное потому что Фильтр матов, наверное, стоит Но это не важно Отвечать не буду Но я все вижу Они сейчас все заложники Этой ситуации И нужно спасать их тоже И им нужна помощь И психологов И разных людей И милосердие оказать И так далее Они все заложники Теперь я знаю Ленка у вас картошку воровала? Нет Не воровала? Не воровала Я ее заморозила Вы мне скажите Хорошо Хорошо Донат с мешком Вы пьете? Нет Ну честно Если честно По празднику выпивала На Новый год выпивала А еще честнее Если честно Каждый день Да, если честно Я уже напухалась Что выпивали? Красное вино Самогонку не пьете? Ну выпиваю Почему? И самогоночку тоже Ну не хулигай Если меня не тронут Ага У меня вопрос к вам Это правда Что вы хотите спалить всех чайхмаревых? Никого Я у Ленки все время ночую Ночевала Она все время меня в него гоняла Оставляла ночевать? Оставляла ночевать Это сразу так притихло Блядь Когда вторая вышла И сказала Что она поддерживает ее И раскрылся тот факт Что они все родственники Она молчит Я высплюсь И ухожу на работу Ходила А почему вы у нее ночевали Они дома? У меня холодно Дров нету Марин Мы побывали у вас в гостях И посмотрели Как вы живете Там пентхаус Знаешь, сейчас показывают В Москвау-сити Бля, это кипец А окна есть вообще в этом доме? Это вот этот дом Кирпичный Не сгорит Так она же продумала 5 лет назад Мне дали этот дом От колхоза Домом это не назовешь Аварийный В нем жить нельзя Щели у нем Все разваливаются Смотрите, как я живу В каких условиях Окна все разбиты Все заделано И чтоб тепло не уходило Я всегда в детстве И вот у меня сейчас тоже страх остался Этих газовых баллонов Я когда их вижу, мне кажется Да, я думаю, что ебанет Да-да-да, то же самое Одеяволе Течка дымит Вот видите, какой нагар у меня здесь Вот, сажа Прямо грязь Приходится дверь Меня открывать Все, видите, дым у меня Столбом Улицу отопляю А не комнату Собачка у меня хорошая Кошечки мои Когда я спать ложусь Они все ко мне И мне тепло И мы согреваемся Готовил на газовое плите Баллон кончился А купить не нужно Готовлю на печь Чего-то Вот, видите меня вот здесь Костырюля О, смотри, остров И вытяжка такая модная Круто Это, кстати, выхлоп на М4 Да, а это МГ-двигатель Да Слук варила, да, еще вот Гороховой Цвет у меня давно уже нет Отключить давно Ставлю свечку Чтоб светло Это удар Она дралась Может быть, она какая-нибудь Правнучка Ван Хельсинга Да С вампирами сражалась Слук была Свечка горит Так я и живу Просто выживаю Тебе, ну, конечно В трудных условиях Еще меня обливают грязью Вот такая-сякая А я никому зла не делаю Я просто Мне просто случайно зажигалку обнаружила И выкинула Ну, так вышло Меня обливают все грязью А кому я нужна? Вот кошка Так вот довольный, пи***ц Так у него кошечка, блядь, ему п*** Вальчики вот мои, вот, да Вот моя семья вся Моя семья А чё вы плачете? От счастья Ну, серьезно, Марин Потому что меня обливают грязью Вот поэтому я Марин, ну вы что? Понял, она рофл вкинула, типа Она говорит, от счастья Да, типа Я думаю, она не поняла, чё п*** Просто Я не рофл вкинула Прикинь, она просто на самом деле Густратор для стендаперов Возможно Я не отрицаю такое И стекла там были Ремонтировали Ремонт был Понимаешь, да? Ну ты же зашла, там жить можно было Там Павел Васильевич ремонт капитально Своё деньги делал Я не хотела туда зажить Я говорю, для пастухов Я говорю, я хорошо пойду в этот дом Для пастухов Ну ты же пошла, там же всё хорошо было То есть вы хотите сказать, что пять лет назад Мы уже выяснили, что с 2015 года она там живёт Я всё равно не могу уложить у себя в голове, почему эта бабка не изолирована То есть всё, она уже сто процентов сожгла дом И все это знают И она сидит всё равно на шоу и это обсуждает То есть прикинь, у человека дома нет То есть просто он отсутствует Ну а могло бы не быть трона Крипты? Нет В доте, который трон То есть с 2015 года В неделю она мне выкинула В 2000? А чё у вас дочка выкинула? Не знаю, ревновала к своему мужу Вы знаете, ваша дочка приехала к нам сегодня Я знаю Я её, блядь, ревновала к своему мужу? Ну, видимо, когда жив был Что ты, блядь И можно ещё раз, пожалуйста, включить? Выкинула В 2000? А чё у вас дочка выкинула? Не знаю, ревновала к своему мужу К самому? К своему или к самому мужу? Блядь Короче, она, видимо, говорит, что дочка её выки... Блядь, ты поехал, шляпкой То есть дочка подумала, что бабка... Бабка мужа её уведёт, блядь Ну, это же вообще пи***ц Еб***ца просто Вы знаете, ваша дочка приехала к нам сегодня Я знаю Давайте её пригласим в студию Мужская, может, ещё у меня и моду оскороть сейчас здесь Она... Сейчас дочка придёт, как бубен Еб***ц Говорит, вот муж, уводи Да Может, ЖМЖ попробуем? Да Мам, тебе надо лечить У меня с головой нормальная Пожалуйста Не верь ты этим, ни словам Пожалуйста Мам, тебе надо лечить Тань, мне тебя жалко Я пойду лечить, только не плачь Пойдёте? Погоди, а чё, как лечить? А давайте мы вас отвезём к доктору Не надо После программы Вы только что пообещали, Тань Всё, тихо Тихо Уже дочка устала, если честно Нет, технически она не обещала Она сказала, я поеду А куда поедет? Она сказала, я поеду туда лечиться Да А что значит обещать? Я же сказал, я обещаю Она не сказала, я обещаю Значит, не обещала Но если сказать, я поеду Пацаны, запомните Никогда не предавайте слово Посмотрим, поживём, увидим Знаешь, почему так мы... Ты говоришь так? Посмотрим? Я вообще ничего не говорю Вот если женщина тебя спрашивает Ты если говоришь да А потом проеб*** Это хреново Если нет, но ты не хочешь как бы отказывать То ты тоже проеб*** Поживём, увидим Поэтому поживём, увидим Или посмотрим Что как бы не даёт человеку надежды Ну, она как бы есть Но ты не гарантируешь, что ты 100% это сделаешь В подвешенном состоянии Ну меня это еб***ь должно Я сказал, посмотрим Получится, не получится Согласен Возможно, поменяются планы Да, конечно Но я понял, что я посмотрим часто говорю Всё-таки Я тоже очень часто Это база б***ская В seguridad Тихо, тихо Не плачь Тебе тяжело будет Я знаю У тебя будут забирать Как у меня Почему ее должны обижать? Ее все же не обижали. Я про эмоции. Я что-то погрузился в эмоции. Я тоже, блядь, давай досмотрим. Я в эмоции погрузился, пиздец. Это мне так жалко стало, если честно. Я просто все равно, я же, конечно... Да она ждала повод. Я, конечно, гнида, но я все равно эмпатичная гнида. Я всегда очень переживаю в итоге, блядь, за всех. Это уже возраст, знаешь, я даже иногда... А нет, мне насрать, потому что приехала на передачу. Шо ж ты, блядь, такая показушница, такая, говорит, тебя надо лечить, мама. А что-то не помогла и раньше. Что-то вот сейчас на передачу, на телек тут, блядь. Вова-то сразу в корень зрит, блядь. Конечно, конечно. Я-то поверхностный сразу повелся на эти эмоции. Говорит, мать выкинула, блядь, самое главное. С нее ступалось. Опять и дуря напущала слепик вороны. Она так вцепилась в ей волосы. Кто, Света? Да. Который вы дома спали? Да иди сядь уже. Да сколько, блядь, ладно, все уже, блядь. Мой зять за ней с доской подруг. Мы так с Вовой следующее видео будем снимать, кстати. А это вот вроде не пьет, но тоже штакетник конкретный. Плотину должна строить. Грызь деревья, нахуй. Крестик, блядь. Обнимать, мать, калочка. Да, да, да. Так, Тань. Я правда говорю. Тань, вы садитесь, пожалуйста. Мама живет в сарае и тут плачет перед ней. Да не плачь, пускай их обливают. То есть вы согласны с тем, что вашу маму надо лечить? Да. А почему вы этого раньше не сделали? Ну, как бы у меня не хватало, как бы, денег. На что? Есть ощущение, что дочь тоже можно подлечить от чего-нибудь. Бесплатно. Не платишь. Это бесплатно. Не надо денег. От алкоголя. Что значит это бесплатно? А я тут вышла специально так, обняла ее. Ой, ну, блядь, а что это вы меня сейчас разоблачаете-то, суки? Не нужно денег. Так ее надо лечить от чего? Не было обратиться просто специализированную клинику к специалистам, наркологам. Подождите, так надо выяснить, от чего вы хотите... Он реально священник? Ну, наверное, да. Там общественный деятель, наверное, священник какой-то. Смотрите, маму-то лежит. Тихо, мы дочь твою слушаем. От чего маму-то надо лечить? От отдельного отчества. Надо замуж выходить. И от алкоголизма... Куда ты на... Я тебе говорю, она стендаперша пиздец. Куда ты на... И замуж выходить, господи, что вы там вдвоем разъебались. Может, ей на твич ей залететь, эти твичи. Там же есть бабушка у вас какая-то на твиче? Бабушка Ольга. Которая в КС. Ну, она нормальная, она хорошая. А это какая-то бабушка-алкашка, блядь, перман. Я угораю, кто ее посадил вообще? Ну, внук, наверное. Вообще жесть. Ну, это имба. Просто продюсер бабушки? Да. Интересно, он ей дает бабки хоть какие-то? Бля, ну хватит. Ты, блин. А что такое? Я к ней хорошо отношусь. Ну, он посадил, да. Ну, если это приносит удовольствие, почему нет? Жужа старенькая. Ну, внуку точно, да. Да, давай рейд быстро, запуляй, нахуй. А прикинь, она же бабушка, ей же ничего по факту не надо. Так она сидит пасеку, ты знаешь, что... Паси, то у нее вейп. Ты что, не верил? Бля, реально вейп? Во сколько сидит, как... Не ход ебашит это, да, блядь. Она сидит, как... Вейп и КС их, понял? Такая, ребят, за что вы меня кикаете? Да, я видел нарезки, только как на нее там кто-то флеймит, короче. Да, да, да. Она такая на плюс вайбе всегда. И от нервов. Вам надо замуж выходить? Выходить надо мужика искать. Найдите мне в Москве мужа. Свет, прости, пожалуйста, что так вышло. Я жду на поворот. Ты тебя у нее вошли, что нет, когда она тебя за волосы таскала. Бля, вот надо холостяк с ней делать. Слушай, может заболел, тогда был какой-то микросезон без него, не знаю, что-то у него случилось, видимо. Не права то, что она сожгла дом у дяди Вани, там... Она не права. Я Юльку люблю, она вообще легенда. Видишь, в соло вытянула передачу, молодец. Да это сейчас барал сидел, старина. Это неправда. Она правда говорит, успокойтесь, успокойтесь, это бы как сказал. Слышь, ты заткнись нахуй, блин. Она была в тот день на работе. А дом горел когда? А дом горел. Она до двух часов работала ночью? Мы работаем до четырех часов утра. В четыре часа утра она шла на дом. На до куда? На до куда? Да и холостяк. Тань, давайте так. Ваша мама в 2015 году освободилась из тюрьмы, правильно? Да, правильно. И переехала сюда жить. Вы в этом же поселке живете? Да, мы почти рядом. А почему она не с вами не стала жить? Ну, как бы у нас начался конфликт. Она сначала стала жить, да. Она разговаривает, как 16-летний пи***. Она такая, приторможенная света. Очень, очень. Так, и что началось? Я попросила начальника, ну, чтоб ей сняли другой домик. Ага, то есть она пошла работать там, где вы работаете. И стала жить. У нее реально развитие типа 10-летнего человека. 10-летний человек, если что называется, ребенок. Ну что, не человек? Не каждый человек ребенок, но каждый ребенок, как человек. Да, хорошо сказал. Я жила, ну, с ребенком, с мужем. Она сказала, что вы ее приревновали к мужу, потому что считали, что она у вас его уводит. Это правда? Нет, это ложь. Марин, вот и дочка говорит, что ложь. Она пришла 12 часов ночи. Начала, как бы, ругаться. Так. Как бы заступать, говорить моему мужу, что если ты Таньку тронешь, то... Моя фирменная прическа. Прибью, как говорится. Так. Не слышите вы их. Моя фирменная прическа, блядь. Может, у нее салон еще красоты свой, блядь. Смотри, фуга. Да. Это лучший по локации. И я говорю, мам, меня, я говорю, никто не тронет. Я говорю, сама могу за себя как бы постоять. А ваш муж не бьет вас? Нет. Ваш муж вас не бьет? Нет. Он даже пальцем не трогает. Да. И в итоге вы решили маму отселить? Ну да, как бы у нас своя семья. Маму, кстати, отселили, блядь, просто в избу с дырами. А она вас вообще в детстве воспитывала? Какой она жилый, блядь? Поджигает все дома. Типа есть плита, она костер разводит. На полу, на блядь. Паркет прожгла эта пи***ь. Сколько вам лет было, когда ее посадили? Мне было лет семь. А вас куда? А я как бы воспитывалась с бабушкой. А у вас папа где ваш? Папа тоже у меня сидел в тюрьме. Но он сейчас умер. А вы в тюрьме 10 лет сидели? 10 лет. И как у вас в тюрьме отношения складывались? Нормально. Никто меня не обижал. Не обижали? Не обижали. Наоборот, все, Марин, Марин, иди чайку попей. Мне и сахар давали. Если бы не люди, я бы давно там сдохла, как говорится. Почему? Потому что у меня помощи не было. Мать меня не высылала посылки. Я им писала письма. Тролевали. А они вам отвечали, письма писали? Вообще не, да. То есть вы в тюрьме брошенной были? Брошенной была, как говорится. Я только спасалась с людьми. Кто меня там на зоне, на тюрьме, никто не скажет. Никто плохого слова не скажет. Ни кто плохого слова не скажет. Да, мы вам верим. Даже спрашивать не пойдем. Уважаемые эксперты, вы услышали всю историю. Никто не скажет. Давайте ее обсудим. Тихо. Я верю. Что ты думаешь, если она специально хочет назад на зону? Поэтому пожигает. Я уверен, что ей было бы там намного комфортнее. Да. Чем там, где она живет. Потому что такого и врагу не пожелаешь. Я уверен, что в тюрьме там условия в раз сто лучше, чем в этой берье. Марина, без лечения ничего не изменится в вашей жизни. Я очень прошу, остановите вот это течение страшного распада и помогите вашей родственнице, она ваша родственница, вашей маме, вашей тете, помогите ей. По-другому ничего не получится. Я старалась максимально прислушиваться к вашим словам. Хотя бы в начале кричали, вот сейчас вы уже поспокойнее, становится все больше понятно. Эту вырезать. Понятно? Мне кажется, вот... Все. Все. Одиночество. Одиночество, оно сжигает нашу душу, оно делает нас черствыми к чувствам других людей. И я вижу, как вы действительно себя сжигаете в этом костре и, видимо, на символическом уровне проявляете это вот в таких поступках, да? И привлекаете внимание к себе. Мне кажется, это ваша попытка сказать нам всем, спасите меня немедленно, потому что мне плохо. Я думаю, что лечение вам очень поможет. Я вам действительно рекомендую принять помощь профессионалов. Да иди ты, блядь, сейчас мать наливай. Лечение огнем. Почему она говорит нет? Потому что, несмотря на все ее диагнозы, я не психиатр. А вот один могу... Одинтв.ру, спасибо большое, смотрите, ссылочка в описании. Вышлость, Юля. Абсолютно. Вот вышла Светлана, вы хоть слово про нее услышали? Который дом сгорел, который она подожгла. А вы судьбу Светланы знаете, а я знаю. Свет, что произошло, когда вы были маленькой? Мне как бабушка рассказывала, мне было три года, а брату год. Папа постарал. Это вся информация. Погоди, сейчас там пиздец какой-то будет, ты давай, не ровляйся. Маму зарезать. Мне было три, а ему год. Как он бедный по крови лазил, по матери. Зашли соседи в дом, лежит и мать вся в крови. Брат в луже крови ползает. Понимаете, вот, пожалуйста. То есть простых судеб у этих людей ни у кого нет. Это типичный эгоцентрик. Крутись мир вокруг меня. Тут психопатия, это история с детства. Она неуправляемая. Ее можно корректировать только вот... Водкой. Да, коррекция водкой. В определенных рамках тут все очень печально. В тюрьме они, кстати, очень действительно успешные люди. Пользуются большим авторитетом. Ну, в силу вот эгоцентризма, вот таких краевых черт, агрессии. Они умеют себя поставить там, где им надо. Вот всю деревню закошмарило. Вот типичный пример. Люди действительно заложники этой ситуации. У меня в голове не укладывается ложиться спать с документами, чтобы быть готовым выбегать и не сгореть заживо. Это, если честно. Это вообще жесть. Не, бабушка из дома выбежала совсем. Это история чудовищная. Поэтому я очень надеюсь... Это история о том, как я попал в зомби-апокалипсис. Выживал среди зомбаков. Пишите, если хотите, такой трек от Вова. Это не мой. Ремикс. Она в ближайшее время разрешится по-хорошему или по-плохому, но тут без вариантов. Так все... Есть ощущение, будто она закончилась по-плохому для кого-то в любом случае? Возможно, да, скорее всего. Я думаю, бабушки уже и нет, может быть, живых даже. Ну, и у кого-то дома нет, кстати, в живых. Научок страдать не должны, но это просто нонсенс. Я что хочу сказать, Тань, вам. Вот, конечно, очень здорово приходить в студию, маму тут обнимать и говорить, я так хочу, чтобы ты выключилась. Это мои слова. У меня один вопрос, где вы были пять лет? А сколько ей лет? Хер, вы знаете, не говорили вроде. Взрослая? Кто? У нее дети, наверное, есть уже. Пять лет. Сто процентов. Про мужа она говорила. Мне больше спрашивать, простите, не ского. Вот эти люди не должны бегать, скорую вашей маме вызывать, понимаете, и что-то решать с ее судьбой. У нее дочка есть. Молодая, здоровая дочь. А следовать... Но заторможенная. И здоровая, реально. Да, конь. Рекомендую посмотреть нашу программу. Все признания вы здесь услышите. Спасибо за внимание. Она вместо Гордона. Бля, уеб... Да-да-да, панча раскидывает пиздец. Ну все, мы смотрели с тобой всего лишь это, два-три часа. Нормально. Ставь лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Вовин Телеграм. Спасибо. Подписывайтесь на мой Телеграм, на канал. Пишите, что думаете. Будем очень сильно ждать ваши комментарии. Пописывайте на анальчик. Можно. Ну давай, ты так сильно не дай с мешок-то, блядь. Да я в охуею просто. Это топ. Ребята, спасибо огромное. Всем пока. 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 Продолжение следует...